Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для меня тоже. Ты как всегда, до скольки? Я попробую с обеда отпроситься. Клиентов мало, Диана, если что, сама справится. Ну и хорошо. Приедешь, посидим, помянем. Да? Ну давай. Пока. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА 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 Поехали. Авария? Да. Движок чего-то застучал. Плохо тянет. Давайте помогу. Это скорее дело рук мужских. Да я тоже, знаете, не белоручка. Отец тридцать лет на автобазе работал он меня и водить научил, и в моторах худо-бедно разбираться. Ого. В первый раз вижу такую технически подкованную девушку. Приходится быть подкованной. Я привыкла сама на себя полагаться. Ну, это что касается мужской позиции. А для девушки-то не очень. Почему? Даже у самой гордой и самодостаточной женщины должен быть тот, кто может в трудную минуту помочь. Знаете, так себе повод для знакомства. Простите, я с вами заболталась, мне уже пора. Давайте я вас подвезу. Нет, спасибо, я уже приехала. Вы в химчистке работаете? Да, а что, устаревшая профессия? Да, мне говорили. Ну, как-то так получилось. Ладно, приятно было пообщаться. Всего доброго. Взаимно. Ладно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Это первый режим, это второй, это третий, поняла? Доброе утро, Диана Петровна Здравствуй, Вера, как настроение? Ничего, рабочее А у меня хуже некуда Сколько вчера клиентов было? Ой, не помню точно, человек 15-20, наверное Это за весь день там? Не густо Ай, с такими темпами мы не сегодня-завтра в трубу вылетим Да вы не переживайте, подтянутся еще Знаете, как бывает, то пусто, то густо Вера, пусто это у нас в бюджете А густо уже никогда не будет Я, вон, вся в долгах, как в шелках Кредитов нарвалась для того, чтобы Новые чистящие средства купить В рекламу вложилась, а толку? Сейчас проще людям новую вещь купить Чем старую химчистую нести Ну ладно, Атон, иди работай Здравствуйте Еще раз Слушаю Я тут случайно пульту запачкал Можете почистить? Да, конечно, снимайте, через два часа будет готово Я вам квитанцию выпишусь, не придете Можете почистить? Да, мам, я уже скоро буду С начальством договорилась, меня отпускают Я все готова Ага Я снова здравствуйте Ой, слушай, у меня клиент, мам, я скоро буду, перезвоню Вот Ваше пальто готово Ух ты Ух ты, прям как новая Да у вас тут кудесники работают Да А вот это вам Спасибо большое, но это лишнее Мне показалось, что вы домой собираетесь? Да, собираюсь, но провожать мне не нужно, спасибо Намек понят, жаль Ну, тогда всего доброго, еще раз спасибо за работу Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Что ж такое-то? Да. Да. Неважный у вас агрегат. Вы еще не уехали? Да. Я как чувствовал, что пригоржусь вам. Давайте я вас подвезу. Вы будете с ней до утра ковыряться. Не бойтесь, я же не хулиган какой-нибудь, не гопник. Между прочим, руковожу отделом. Все в горбан. Слышали о таком? Это вы сейчас к чему? Так, рекомендую себя с лучшей стороны. Соглашайтесь. Ну хорошо, если вас не затруднит, подбросите меня до дома. А тут недалеко всего три квартала. Хоть восемь. Только букетик не забудьте. Угу. Кстати, мы с женой не познакомились. Меня Максим зовут. Я Вера. У вас все в порядке? Какая-то вы грустная. Да. Просто сегодня сорок дней, как папа умер. Инфаркт. Извините. Соболезну. А мама? Мама жива. Правда, у нее тоже сердце больное. Работать запретили. Сейчас на пенсии. Мы с ней вдвоем живем. Может, я чем-то помочь могу? Вы уже помогли. Вот подобрали. Безлошадную. Кстати, насчет вашей лошади. У меня у друга свой автосервис. Он из ведра с гвоздями может гоночный болит сделать. Ключи давайте. Давайте, давайте. Спасибо вам. Вообще, папина машина, она хорошая. Правда, ей уже больше пятнадцати лет. То одно полетит, то другое. Здесь остановитесь. Это ваш дом? Да. Спасибо, что подвезли. И за цветы спасибо. Не за что. Вера. А можно я иногда буду к вам съезжать? Тем более, мы договорились насчет ремонта машины. Хорошо, Максим. И давай на «ты». Мы же подружились. А вы быстрый. Прости, мне бежать надо. Мама ждет. Хорошо. До завтра. Прости, мне бежать надо. Мама ждет. Хорошо. До завтра. Ага. Ой. Какой букет. Оставишь вазу? А кто-то тебя подвез, я из окна видела. Да, это случайный знакомый. У меня просто машина заглохла. А он к нам пальто свое в химчестку привозил. Ну, а потом просто вызвался подвезти. Не знаю, может, по пути было. Ну, да. И букет он тебе тоже по пути купил. Роскошный букет. Ну, с чего бы это он так расщедрился? Не знаю. Не спрашивал. Скрытная ты моя. Иди, мой руки, и вот, за стол садиться будем. Пойдем. И папина машина как будто чувствует, что хозяина нет. Раньше никогда так часто не ломалась. Нет мужчины в доме. Чувствуется во всем. Я на сегодня бутылку вина еле открыла. Ковырялась, ковырялась. Веронь, а парень, который тебя подвозил, очень даже симпатичный. Выглядит солидно. И машина хорошая. Ну, он в банке работает. Ну, здорово. Ну, самое-то главное, как он влюбленно смотрел на тебя. Это ты тоже через окно увидела? С третьего этажа? Смейся, смейся. Ну, я тебе точно скажу. Ты ему нравишься. Вер, а я у тебя старая? Что? Нет, конечно. Конечно. Отец тоже не старый был. А видишь, как получилось? А не дай Бог со мной что-то случится. Мам, пожалуйста. Вера, если со мной что-то случится, ты останешься одна. Это ужасно. Тебе надо подумать о семье, Вера. Мам, давай хоть сегодня не будем об этом говорить. Сегодня папин день. Потому и будем говорить, что папин. Он мечтал, чтоб у тебя была семья. Чтоб были ребятишки. Макс? Принимай свою ласточку. Помыли, починили. Работает теперь как часики. Как быстро сделать? Давай проверять. Связи в наше время дороже денег. Так здорово. Сколько я тебе дожду? Ни сколько. Это подарок. Это слишком щедрый подарок. Мне неудобно. Хорошо. Хочешь меня отблагодарить? Тогда я не против прийти к тебе в гости. Ко мне домой? Ну да. Хочу познакомиться с мамой такой замечательной дочки. Или что? Мама не разрешает мне знакомых мужчин домой водить? Хочешь, приходи. Очень. Подождите, ну что значит описывать имущество? Ну, ну да, я знаю, что я просрочила протяжи. Да, я знаю, что подавали в суд, но… Ну, послушайте я. Ну, дайте мне хотя бы дня два. Я найду деньги, честно. Я выплачу в силу. Ну, погоди. Ну, подождите. Ну, подождите. Ну, подождите. Здравствуйте. Я так понимаю, вы мама Веры? Меня зовут Максим. Очень приятно. Да, я Полина Васильевна. И Вера говорила, что вы подойдете. Просто сама, видимо, еще на работе. И что же мы стоим-то? Проходите, пожалуйста. Проходите. А вот я знаю, поэтому и пришел пораньше, чтобы с вами познакомиться. Кстати, это вам. Ой, спасибо большое. И это тоже. Спасибо. Ну, раздевайтесь. Проходите. Максим. Проходите. Татьяна Петровна, здравствуйте. Извините за опоздание. У меня просто… Можешь не извиняться. Это уже не имеет никакого значения. В смысле? Я закрываю химическу. Видишь, номера телефонов, переписываю клиентов, чтобы обзвонить их. Как это закрываете? А вот так. Звонили приставы. Сказали, что описывают имущество. Предприятие нерентабельное. Нечем платить долги. И, в общем, вот так. Ну, а как же… Я сделаю все, что могла. Но, извини, тебе придется искать новую работу. Живем с Верой вдвоем. И… Ну, вот. Все, как у всех. Ну, да. Я заметил. Очень уютно. Спасибо. Ну, а что сказать про Веру? Она… Она замечательная. И не потому, что она моя дочка, а потому, что она и умница, и красавица, и хозяюшка. И готовит она замечательно. Вы попросите, пусть испечет вам фирменный пирог. Влюбитесь на всю жизнь. Я уже хочу его попробовать. Да. Да. Максим, сейчас, наверное, совсем не время и не место, но… Я надеюсь, вы меня поймете. Я мать, и Вера у меня одна. И я хочу, чтобы она была счастлива. У вас серьезные намерения? Намерения, Полина Васильевна, у меня очень серьезные. Я, как говорится, влюбился, как мальчишка. С первого взгляда. Ну, все. Значит, я была права. Я ей вчера так и сказала. Вера, ты нравишься этому парню. Вот бы тебе такого мужа. А что она? А она, это вы уже у нее спросите. Потом она у меня девушка из тех, которые сами на шею не бросаются. А вот идет она. Идет. Ну, вот. Максим, ты как меня опередил? Пораньше отпустили. Вот сидим, с мамой твоей общаемся. Она у тебя замечательная. Ой, спасибо. Ну, я пойду, чай поставлю. Ну, я пойду, чай поставлю. Если вы говорить прямо, надеюсь, что ты не обидишься. Ну, смотря что ты скажешь. Я люблю тебя. Да. Такое бывает. Вот увидел тебя и сразу влюбился. С первого взгляда. Допустим. Я очень хочу, чтоб мы были вместе. Прости, ты мне сейчас предложение делаешь? Ну, как бы да. А ты не согласна. Максим, ты мне тоже очень симпатичен, но тебе не кажется, что ты торопишься? Хорошо. Ты хочешь подумать — думай. Это вопрос серьезный. Просто я о тебе вообще ничего не знаю. Ну, так спрашивай. Я же здесь. Биография у меня совсем простая. Единственный ребенок в семье. Папа с мамой помогали, конечно. Но, по большому счету, я сам всего добился. Не женат, не судим, детей нет. Хочешь, чтоб они у тебя были? Конечно. В перспективе. Но мы же молодые с тобой. Давай для себя поживем. Возьмем от жизни по максимуму. Тем более, возможности есть. Так, какие? Мне обещают повышение по службе. Возможно, перееду в столицу. Ты понимаешь, какие там перспективы? Зарплата совсем другая. Заманчиво. Купим новую квартиру. Нормальную, просторную. Дом, дачу. В конце концов. Путешествовать будем. Но это же куда лучше, чем пеленки и распоршунки. Да, наверное. Слушай, там мама что-то очень долго. Я пойду проведаю ее. И тортик вот заодно порежу. Скажите, а вы тот цех тоже опечатывать будете? Ну, как иначе. Вы же читали постановление, которое я вам показываю. Спасибо за виттеприимство и хорошую компанию. Тебе спасибо. Будет время, заходи еще. Подумай над моим предложением. До завтра. До завтра. Ну, что? Проводила? Проводила. Кать, ты не ласковая с ним. Он тебе со всей душой, а ты допрос учинила. Мам, он меня замуж зовет. Я имею право знать, что это за человек. Вера, ну какие тут вопросы-то? Хороший парень, а? Ты как разборчивая невеста. Ну, пустите уши его и все. Слушай, есть вопрос, по которому у меня с ним серьезные разногласия. Ну, какой? Дети, мам. Для него дети — это абуза. А я не хочу семью без детей. Вера. Ну, какие дети-то, а? У тебя практически первое свидание, ты про детей спрашиваешь. Ну, вы хоть сойдитесь, поживите. Потом уж как-то само собой все образуется. Слушай, что-то у меня голова очень сильно разболелась. Я пойду прилягу. Вера. Вера, ну, что происходит, а? Мам, ничего, все хорошо. Да как же хорошо? Угу. Ну, я же вижу, ты пришла с работы, сама не своя. Ну, нет у меня больше работы. А что случилось? А? Хозяйка кимчестку закрыла из-за нерентабельности. Так. Ну, значит, пришло время мне в школу возвращаться. Мам, зарплату завучу все-таки побольше, чем моя пенсия по инвалидности. Мам, ну, ты что, с твоим сердцем? Нет. Все нормально. Я завтра найду новую работу. Все образуется, не переживай. Да, да, да. Здравствуйте, до площади… Маринка, ты! Верка! Сколько лет не виделись? Слушай, лет восемь, наверное, с тех пор, как ты уехала в столицу покорять. Время летит. Подбросишь меня? Конечно, запрыгивай. Супер. Ну, что рассказывай, какими судьбами? Ой, вернулась я домой, насовсем. Серьезно? Ну, я же в школе дурочка была, все хотела уехать из провинции, завоевать мир. А в итоге никому мы в столицах не нужны. Слушай, а говорили, ты там работу хорошую нашла, замуж собираешься. Ой, ничего у меня там хорошего не получилось ни с работой, ни с личной жизнью. Так, помыкалась, помыкалась и вернулась. К маме? Я думала, что да. А приехала, а она, оказывается, после развода с отцом уже нового мужа себе нашла. И, конечно, я ей совершенно не нужна сейчас, у нее там свои заботы. А где ж ты теперь живешь? Квартиру сняла, сейчас работу новую ищу. Надо мне до двенадцати сегодня успеть на это собеседование. Чувствую, что меня прокатят. Ладно, ты как? Я вчера работу потеряла, сегодня новую нашла, устроилась по договору в частную таксофирму. О, везет. А с личной жизнью что у нас? Муж, семья, дети? Пока одна. Ну, в смысле, с мамой. А. Но надежды не теряю. Сватаются тут некоторые. О, ухажер нарисовался. А давно вместе? Да, мы еще толком не вместе. А. Зовут Максим. Высокий, красивый. Маму мою очаровал. Маму очаровал? А тебя? Не знаю. Пока не успела. Ты знаешь, Верка, ты его не гони. Вот сейчас время такое, мужиков нормальных вообще нет. Не век же в девках сидеть. Мально стерпится, слюбится. Сейчас как мама моя говоришь. Мне иногда кажется, что уж лучше в девках, чем с нелюбимым. Верунь, а дай мне свой номер телефона. Спишемся, где-нибудь пересечемся, а то что это такое? Восемь лет не виделись. Написываю. Так, а вот сюда, пожалуйста. Вот здесь. Ну, ни пух, ни пера. Ой, к черту. А знаешь, лучше б тебя не взяли туда. Ты чего такое говоришь? Лукьянов, хозяин фирмы, куда я сегодня устроилась, сказал, что он диспетчера ищет. Там прежняя в декрет ушла. Диспетчер? А что делать надо? Вообще ничего сложного. Надо звонки от клиентов принимать и водителей по заказам распределять. Справишься? Конечно. Ну, супер. Я с ним тогда сегодня поговорю. Вдруг получится. Верка, ты меня так выручаешь. Да погоди, благодарите, я еще ничего не обещаю. Ты мне позвони после собеседования, ладно? Договорились. Все, пока. Пока. Здрасте. Добрый день. А где же еще вчера химичистка была? Понятия не имею. Теперь здесь будет колбасница. Так, а что в сто тринадцатой школе тоже директора поменяли? А с чего вдруг? Мамочка, спасибо. Все очень вкусно. Свет, я тебе перезвоню, ладно? Давай. Вер, ну что это за работа для девушки? Я таксистка. Ну ничего другого не нашлось. Мама, а что тебе не нравится? Работа как работа. Не хуже других. Ну, во-первых, это опасно. Ты ж понятия не имеешь, кто садится к тебе в машину. А вдруг это какой-то бандит или маньяк? Мам, да нет там никаких маньяков. Ну и потом, я же не сама по себе таксую, а от фирмы. Да не дай бог, если что-то случится, концов не найти с этой фирмой. Слушай, все будет хорошо. Сейчас, пока я здесь поработаю, со временем другую работу найду. Без маньяков. Все, я побежала, мне с трех часов на линию заступать. До вечера. До вечера. Удачи. Привет. О, Макс, привет. Ты ко мне? Прости, а я сейчас уезжаю. На работу? Угадал. Ты, оказывается, обманщица. Я был возле вашей химчистки и знаю, что ее закрыли. Химчистку закрыли. Но я теперь работаю в такси. Так что никакого обмана. А ты не могла мне сказать, что вашу фирму ликвидировали? Я бы тебе нормальную работу подобрал. Где? Да хоть у нас в банке где. Только у меня экономического образования нет. Сидеть по блату куклой на никому не нужной должности я не хочу. Уж лучше вот таксовать. Ты уперта. Что есть, то есть. Придется тебе с этим смириться. А сейчас, правда, прости, мне нужно ехать. Мы потом созвонимся. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Слушаю, Марин. А ты где? Работаю. Ты как? Ой, ну я домой чапаю. В общем, как я и предполагала, от футболя ли меня насобеседовать? Не расстраивайся. Я уже поговорила с Лукьяновым. Он тебя завтра утром ждет в офисе. Класс, Беруня. Я тебе по гроб жизни. Слушай, а ты во сколько освобождаешься? Наверное, часов восемь. О, а может посидим где-нибудь в кафешке? С удовольствием. Где конкретно? А помнишь забегаловку на Приречной? Мы с тобой в десятом классе там эти лопали пончики. Не закрыли ее еще? Да нет вроде. Я тогда к началу девятого подъеду. Окей. Вообще супер. Пока. Мам, привет. Привет. Давай, заходи. Сейчас ужинать будем. Ой, нет, я не хочу. Я сейчас с Маринкой в кафе поем. С какой Маринкой? Одноклассница моя, помнишь? Она в город вернулась. Ты бы лучше с Максом куда-нибудь выбралась. Мам, не морчи. Я пойду переоденусь. Что-то выбрали? А? А, да. Можно мне, пожалуйста, кофе и салат? Если есть, фруктовый. Хорошо. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я вас даже не задела. Не знаю. Хотите, я вас в больницу отвезу? Не надо. Обойдусь. Все. Езжай! Туда езжала. Ну, подождите. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Господи, ты как тут оказалась? Вера. Вера, что это такое? Это ребенок, мам. Подержи, пожалуйста. Какой чей ребенок? Понятия не подбросили. Что? Как? Веронин, а ты где? Я уже в кафе сижу, а тебя все нет и нет. Марин, прости, я сейчас совсем не могу разговаривать. Почему? Так ты вообще где? Я тебе потом, перезвоню, все объясню. Молодой человек, а можно мне, пожалуйста, еще одну чашечку кофе? Да, конечно. Спасибо. Это кошмар, а? Как подбросили? В машину. Я в кафе ехала, меня на секунду буквально отвлекли, и возвращаюсь, и там вот. Какой кошмар? Это кто, мальчик, девочка? Не знаю. Давай посмотрим. Ой, кошмар. Ну? Боже мой. Какой хороший. Боже мой. Ну, ты посмотри, а? Ну, ни записки, ни метки, ни одной, ничего нет. Конечно, его мать не хотела, чтобы ее нашли. Да какая же крошечка. Я даже кого рука поднялась-то выбросить? Это ж надо чужим людям подкинули. Я сама бы хотела знать. Ой, а что теперь делать? Отдавай в полицию и звони. Ну, мы же не можем его так оставить. Да, да. Ты права. Чж-чж-чж-чж-чж-чж-чж. Вот так. Вот мой хороший. Алло, полиция? У меня тут такое дело. Алло. Кто такой красивый? Здрасьте, заходите, пожалуйста. Добрый вечер. Проходите. Вот. Здрасьте. Это и есть наш подкидыш? А где это было? Это аптечный переулок. Меня отвлекли, я буквально на секунду вышла из машины, возвращаюсь, а он уже на переднем сиденье. Вряд ли случайность. Думаю, кто-то наружу нам такой сюрприз подстроил. Да, я тоже так думала. Как теперь быть? Ребеночка надо показать в детскую поликлинику. Надо обследовать. Мало ли, может, у него какие-то проблемы со здоровьем. Да. А мать его будете искать, да? Обязательно. А вы не могли бы сейчас подъехать в отделение? Надо будет поговорить со следователем, дать показания. Да, да, конечно. А мы сейчас его оденем, да? Да, я его сама принесу. Можно? Несите. Хорошо. Пойдем, пойдем. Хороший. Вот так. Ты мой хороший. Алло, Верун. Ну, где ты пропадаешь? Я тебя битых полтора часа уже жду. Ты забыла про нашу встречу? Марин, прости, совсем из головы вылетела. Надо было тебе раньше позвонить, чтоб ты не ждала. А ты где? И почему у тебя такой взволнованный голос? Да я ехала в кафе, как мы договаривались, но потом пришлось еще кое-куда заехать. Вер, ну что ты мне загадками говоришь? Мне просто сейчас не очень удобно говорить, я в полиции. В полиции? А что случилось? Ты в ДТП попала? Все, Марин, я тебе потом перезвоню, все объясню. Давай, пока. Простите. Разрешите? Да, конечно. Прошу вас. Здравствуйте. То есть, вы считаете, что эта женщина специально вам под колеса бросилась? Да сто процентов. Она там стояла, ждала, когда я подъеду. А потом сорвалась с места и выбежала прямо на дорогу. Я по тормозам, но она все равно упала, будто ногу подвернула или поскользнулась. А вы точно ее не задели? Точно. Я очень аккуратно езжу. Потом она еще притворилась, что без сознания, чтоб я из машины вышла. То есть, вы считаете, что она вас выслеживала для того, чтоб ребенка подкинуть? Ну, вряд ли специально. Думаю, она просто ждала первопопавшуюся машину. Ну, у нее точно была сообщница, которая была где-то неподалеку, на готове с ребенком. И подложила ее вам, когда первая вас отвлекала. Ну, сообщницу я вообще не видела. Я только на эту бродяжку смотрела. Бродяжку? Ну, да. Знаете, у нее одежда была такая старая, грязная, в таких бомжах ходит. Ну, скорее всего, это и была мать ребенка. Такие личности часто избавляются от новорожденных. Скажите спасибо, что еще мусорный бак не выкинула, как некоторые. Вы найдете ее? Хотел бы я вам пообещать, но слишком мало улик. Простите, там очень темно было, и я переволновалась, мало запомнила. А дельца-то новая. И вы говорите, что младенец упитанный. Да, и вещи все новые, сами посмотрите. А у бродяжек все наоборот. Да, я тоже на это внимание обратила. Так что, не все так однозначно. Спасибо вам, Вера Михайловна. Из что я вам позвоню? Вера! Вверх! Тебя выпустили. Я думала, я тебя не дождусь. Ты чего здесь делаешь? Да как это, что я тебя жду? Ты сказала, что ты в полиции, звонок сбросила. Я подумала, ну все, тебя задержали. Примчалась сюда, тут не пускают. Говорят, вход только по пропускам, территория служебная, и все. Вот стою на улице кукую, думаю, может быть, выйдешь. Ну ты чудачка. Да что чудачка? Ты знаешь, как я переживала? За что тебя задержали? Да никто меня не задерживал. Я здесь добровольно, в качестве свидетельницы. Свидетельница? А что случилось? Идем, я тебе по дороге расскажу. Так что там с этим мальчишечкой-то? В больницу его отвезли, да? Да, во вторую детскую направили. На вид с ним вроде бы все хорошо, но нужно проверить. Ну да, дай Бог, чтоб он здоровеньким оказался. А то его судьба, конечно, не очень легко ждет. Почему ты так думаешь? А вдруг найдутся хорошие люди, усыновят его? Да и мать его еще может одуматься. Ты сама-то в это веришь? Если она один раз его бросилась, с чего она вдруг одумается? Не знаю. Но вдруг она поймет свою ошибку? Дай Бог. Хотя мало, конечно, в это верится. Это кто? Не знаю. Я никого не жду. Привет. 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 Неожиданно. А что, я не вовремя? А, нет. Почему? Проходи. Захотел тебя увидеть. Думаю, дай-ка зайду. Приятно. А тебе-ка скольки на работу? А у меня сегодня вообще выходной, а что? Ничего. Может, мне силы проведем? Я все свои дела могу оставить. Согласна. Только с одним условием. С каким? Нужно будет заехать в детскую больницу, навестить кое-кого. А у тебя что там? Из родственников кто-то? Да нет. Слушай, я сейчас переоденусь и вернусь. Хорошо? Хорошо. Максим. Полина Васильевна, здравствуйте. Здравствуй. Давайте, раздевайтесь, проходите, будем чай попить. Нет, спасибо. Я Веру жду. Она в больницу собирается, вы не знаете зачем? Максим, что у нас тут такое произошло? Она вчера приезжает домой. Ну вот, теперь ты все знаешь. Поедешь со мной? Поеду. Только поехали лучше на моей. Как скажешь? Я вот одного не могу понять. Как полиция не смогла эту тетку сразу найти? Все же камеры кругом. Да там переулок маленький. Камер наружных нет никаких. И прохожих, как разло, не было. Так что никто и не видел, как все случилось. Тогда это действительно проблема. По дороге еще в детский мир заедем, ладно? И что? Ну, я хочу малышу кое-что прикупить. У него же совсем ничего нет. Только то, что на нем было. По идее, его должны обеспечивать государство. Разве нет? По идее, да. Но меня просто очень волнует эта история. Что это за ребенок? Откуда он? Я хочу разобраться. Слушай, Вер, ну пусть этим занимается полиция. Это их работа. Макс, ты сейчас сам увидишь этого мальчика, ты поймешь, к нему просто нельзя быть равнодушным. Ну, как он? Вчера проводили предварительное исследование. Доктор никаких отклонений не увидел. То есть он здоров? Будем надеяться. С виду здоровый малыш, не истощенный. Завтра, послезавтра придут результаты анализов. Тогда можно будет сказать точно, все ли с ним хорошо. А если все хорошо, куда его отправят? В детский приют отправят. Как это в приют? Он же такой маленький. Туда не таких отправляют. Пойдемте. Только потише, не верите. Угу. Ой, господи. Вот. Привет. Какой красавец, да? Я ему одежду принесла и немного там помелочь. Макс, дай пакет. Тише-тише. Это же целая приданная. Да. Ну, ему все пригодится. Спасибо. А то у нас и памперсов не хватает. Скажите, а можно я буду почаще приходить? Я спрошу у доктора. Не думаю, что он будет против. Доктор у нас душевный. Ну, мы, наверное, пойдем. Не будем мешать. Пока. Пока. Ну, что скажешь? Разве не прелесть? Прелесть. Только поисками его родителей должна заниматься полиция. Это не твой дел. Да я просто помочь хочу. Чем ты поможешь, Вер? Они без тебя справятся. Хватит играть в частного детектива. И что, по-твоему, у меня ничего не получится? По-моему, у тебя даже пробовать не стоит. Поехали в клуб. Там сегодня презентация альбома. Угу. Кто там? Полиция, откройте. Добрый день. Чем могу быть полезен? Скажите, у вас же окна на аптечный перевелок выходят? Да, на аптечный. Знаете, вчера вечером легковая машина чуть не сбила гражданочка у вас под окнами. Вот ее фоторобот. Вот. А вот фото женщины, которая была за рулем. И вчера в машину кто-то младенца подложил. Вы не могли видеть, кто это был? Ну, я этих-то не знаю. И вообще, я мемуары тут целый день пишу. Мне некогда в окна выглядывать. Выглядывать. Я понял. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Нет. Нет. Эту женщину я не видела. А вот насчет ребеночка. Я вчера через этот двор проходила и видела, машина остановилась. Какая-то девица вышла. Молодая. Так вот, у нее на руках был младенчик в одеяло завернутый. А где вы их видели? Здесь? Нет. Не здесь. Вот здесь. Вот здесь они остановились. А кроме девушки-ребенка больше никого не было? Мужчина был. Светловолосый и в темных очках. Я еще подумала, зачем очки, если солнца нет. А куда они пошли? Куда я знаю. Я не следила за ними. Я просто прошла здесь через двор и все. А вы теперь поподробнее. Ну и что, нашли эту бродяжку? Я не в курсе следователя, пока не звонил. Знаю только то, что они собирались пройти по двору, опросить народ. А толку-то опрашивать, если ты говоришь, что во дворе никого из прохожих не было. Ну и что еще можно сделать? Я вот тоже голову ломаю. Кстати, хотела сказать тебе спасибо. Лукьянов взял меня на работу, и с завтрашнего дня я заступаю. Да ты что, и молчишь? Поздравляю. Зарплаты я проставляю. Да брось, какие между нами счеты? Есть улов, Виктор Андреевич? А улов у нас сегодня Дима Чахлый. Одна пенсионерка Грушина. Кофе, чай? Спасибо, нет. Видела женщину с младенцем, а по времени получается, за несколько минут до того, как неизвестная нам барышня бросилась под колеса машин на Овицкой. А по фтороботу бабуля ее не опознала. Сообщница. Та самая, которая предложила младенцем в машину, как бы пока расстояла. Ну, может так получиться, что эта женщина вообще не имеет отношения к нашей истории, потому что видели ее метров в двуста от места происшествия. Но других зацепок у нас нет. Будем эту версию отрабатывать. Угу. Я звонила следователю. Номер той иномарки старушка не запомнила. Говорит только, машина была темного цвета. У этой бабули, наверное, склероз. Или что, делать ей нечего? Сидеть, номера машины запоминать? Единственная примета – это игрушечная собачка на торпеде. Ну, какая это примета? Игрушечная собачка на торпеде. Ты знаешь, сколько темных машин? А блондинов в очках. Снял очки и все. Другая внешность. Ну, надо же что-то делать. Вера, ты что, сама собираешься этого мужика искать? Хватит играть в эти игры. А что, ты мне запрещаешь? Я запрещать тебе не могу. Но имей в виду, ты поступаешь очень глупо. Спасибо. Останови машину. Юра. Останови машину. Я не то хотел сказать. Останови машину. Юра, ну подожди. Мы же собрались в клуб. Иди один. Я домой. Юра. Простите, пожалуйста, а вы мне не подскажете, чья это машина? Это Поляковых из шестой квартиры. Вот здесь, да? Да, да, да. Спасибо. Кот мне скажете? А там открыто. А у тебя что, дело к ним, что ли? Да, дело очень важное. Спасибо. Ну, ну. Так, что? А, 6-4. А. Офа. Здравствуйте. Слушаю. Я вот по какому вопросу. Это ваша машина стоит во дворе. Темная, с собачкой на торпеде. Ну? Я просто друга своего ищу. Володю. У него точно такая же машина была. Может быть, вы его знаете? Такой он светленький, очки от солнца носит. Не знаю я никакого Володю. А машина это наша. Мой муж на ней ездит. Стас! А! Че тут такое? Да вот. Говорит, что мы у ее дружка машину украли. Что? Нет. Неправда. Я такого не говорила. Так, слушай, Мила, пошла бы ты отсюда. Ты опять машину подъезда оставила? Сколько раз говорил, на стоянку ставь. Проходимца вон пруд пруди. Угонь от того бледи. Да ты что? Серьезно? Хорошо. Да, давай, я сейчас буду. Только не уходи никуда. Просните, пожалуйста. Можно вас на минуточку? А ну, погоди, я перезвоню. Что такое? Понимаете, меня вчера вечером сюда, вот в аптечный переулок, подвозил один молодой человек. Там темно было, я его плохо запомнила, но у него цвет волос, очки были точно как у вас. Я просто у него в машине сумочку забыла. В какой машине? Она такая темная и еще собачка на торпеде. Девушка, у меня нет машины. Я вообще сюда на пару дней приехал, я не местный. На поезде. Да? Да. Извините, тороплюсь. Извините. Вера, ты чего это? А? Что случилось? А? Ну, а ты чего? Раздевайся, пойдем. Я на картошку с грибами пожарила. Не, мам, спасибо. Совсем не хочу есть. Ты чего, заболела? А? Нет, нет, не заболела. Что случилось? Это просто какой-то дурдом, мам. Я теперь в каждом белобросом парне в солнцезащитных очках буду видеть преступника. И на темные машины кидаться. Заканчивай с этим, Вер, Промтон. Не лезь больше в это дело. Пусть этим занимается полиция. Да он уже и с Максом из-за этого поссорился. Да, не хорошо получилось. Нехорошо. Наверное, обиделась. Позвони ему. Позвоню. Завтра позвоню. Сейчас устала ужасно. Пойду спать. Макс, ты не сердись. Я вчера вспылила, теперь жалею. Да я не сердюсь. Бывает. Да ты все правильно говорил. Надо было тебя послушать. А я из упрямства хотела все по-своему сделать. Ну, это хорошо, что ты поняла. Ладно, короче, проехали. Закрыли тему. Ты где сейчас? На работу еду. А ты? А я тоже в контору собираюсь. Что насчет вечера? Предложение в поле усилия? Хорошо, тогда можно будет. Что ты молчишь? Я тебе потом перезвоню. Что ты молчишь? Я тебе потом перезвоню. Слышите, мне кажется ли вы меня преследуете? Все. Нет, вам не кажется. Позавчера в этом дворе, вот прямо у того подъезда, мне в машину подбросили ребенка. Совсем маленького, новорожденного. И при чем тут я? Вот я тоже хочу это выяснить. Какое вы имеете к этому отношение? Никакое. У вас все? Слушайте, есть свидетели. Они видели, как из вашей машины выходила женщина с младенцем. Вас как зовут? Вера. Вера. Очень приятно. Меня зовут Алексей. Так вот, Вера, женщина, которая выходила из моего авто, это моя сестра Люся. А ребенок ее сын. Вот как. Вот так. Привез я их из поликлиники. Устраивает вас такой ответ? Нет, не устраивает. А где гарантия, что вы правду говорите? Может, вы вообще все это на ходу сейчас сочинили? Слушайте, а вообще кто такая, а? Почему я здесь должен стоять перед вами и оправдываться? Я ищу мать этого ребенка. И полиция, кстати, тоже. Так что можете выбрать, с кем хотите иметь дело. Значит так, пойдемте к Люся, я вас познакомлю. Хотели доказательств? Пойдете, познакомлю. Хорошо, пойдемте. 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 Сейчас я с вами съезжу в полицию. Только не хватало, чтобы они сюда еще в форме заявились. После вас. Леша. Не переживай, я скоро буду. Да, я вас понял. Подъезжайте, я вас жду. Алло, Дим. Мне только что звонила на Овицкое. Ну, помнишь, та, которую младенцы подбросили? Так вот, она нашла парня, который похож на нашего подозреваемого. Да, они едут к нам. Ты можешь мне по-быстрому сюда грушину доставить? Все, все, давай мигом. Скажите, а зачем вы темные очки носите? На улице вроде как-то не особо солнечно. Мне сделали операцию на глаза. Врачи сказали ходить в очках. Завтра я их сниму. Еще вопросы? У меня нет. А у следователя, возможно, найдутся. А тут пертые, а. Я знаю, мне многие так говорят. Послушайте, я надеюсь, мою сестру с ребенком вот сюда тащить не надо будет. Я сам смогу все объяснить. Объясните. После вас. Спасибо. Как у вас тут интерес. Здравствуйте, можно? Да, конечно. Спасибо. Да, это же он. А кто он, Анастасия Петровна? Мужчина, который привез женщину с ребенком. Да, я вроде как не отрицаю. Гражданке уже все объяснил. Могу повторить. Спасибо вам за помощь, Анастасия Петровна. Да не за что. Если что, обращайтесь. Проходите, присаживайтесь. Простите, я могу поприсутствовать? Да, я не возражаю. Спасибо. Что вас интересует? Ну, для начала, фамилия, имя, отчество и место работы. Денисов Алексей Леонидович. У меня, собственно, типография. Печатаем визитки, плакаты, буклеты. У вас вон, кстати, календарик на стене висит. Это мы напечатали. Еще вопрос. Ну, отлично. Ну, а теперь к делу. Вы были позавчера вечером в оптичном переулке. Павел Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте помогу. Да, очень, очень кстати вы, Максим. Видите, продуктов набрала, а до своего третьего, уже думала, не дотащу. Вере, не говорите. Ругаться будет. Мне же нельзя тяжело. Сердце, понимаете, пожаливает. А где Вера? С утра я звонила, она трубку бросила. А теперь вообще не отвечает. Да, я тоже звонила, она сбросила. Она же, наверное, за рулем, а за рулем разговаривать нельзя? А, ну да. Вы, наверное, правы. Претензий ко мне больше нет? А их и не было. Просто нужно было все упорядочить и уточнить. Понятно. Я могу идти? Идите. Еще раз. Извините за беспокойство. Да ничего страшного. До свидания. Алексей! Вы сердитесь на меня? А по мне незаметно. Ну, я должна была проверить. Полиция все равно бы вас искала. Большое спасибо, Вера, вам за заботу. Ну, простите меня, пожалуйста. Просто вы не видели этого мальчика, а я к нему каждый день езжу. Он там совершенно один, у него вообще никого нет. А его мать разгуливает непонятно где. Послушайте, при всем желании я вам ничем не могу помочь. Я не знаю, где находится его мать. И вообще, вы у меня отняли очень много времени, мне нужно ехать по делам. Ну, извините, еще раз. Ничего страшного. Все, проехали. Останемся довольными друг другом. Всех благ. Индюк. И часто она так пропадает? Да нет. Ну, нет, конечно. Просто она, если чем-то увлечется, то может уйти в это с головой. А чем она, интересно, таким увлеклась? Или кем? Максим, давайте все-таки поужинаем, а? Полина Васильевна, я не хочу ужинать. Спасибо вам большое. Давайте позвони в полицию. С ней что-то случилось. Я ей тысячу раз говорил, уходи ты из этого такси, давай нормальную работу тебе найдем. Нет? Да, конечно, для девушки такси это. Я тоже говорила, но она ведь не слушает. А вот, вот она. Вера, ну, наконец-то. Вера, мы с мамой уже на кофейной гуще сидим гадаем, жива ты или нет? Я в полиции была. Там допрос шел, я телефон выключила, чтобы не мешать. Вера, опять полиция? Мы же договорились. Я нашла того водителя с собачкой на торпеде. Правда, это ложный след оказался еще и врага себе нажила. Вера, ты мне обещала. Ну, Макс, прости, так получилось. Я его увидела и... Ты неисправила. Видимо, да. Тебя мама накормила? Нет, я не стал без тебя есть. Я просто тоже как с голодного края. Пойдем вместе поедим. Ну, ты идешь есть, а? А то из этой с бабушиной даже пообедать не успел. Да, да, иду. И чего это она к тебе привязалась, а? Ну, ты знаешь, она-то все правильно сделала. У полиции была версия, вот они ее до конца и отработали. Подожди, тебе же доктор сказал только завтра. Да. Блин, зря я эту девушку обидел. Ты ее не обижал? Еще как обидел. Но орал, как дурак. Сейчас самому стыдно. Ну, как помню, тебе нечем перед ней каяться. Салатик. Да. Каяться-то, может, и не за что. А вот извиниться стоило бы. Ты знаешь, она... Хорошим делом занимается. Ну, так узнать, где она. В полиции наверняка есть контакт. И... Ну, как помню, ты загоняешься. У тебя так работы полно. Ешь, ешь. Мам, а ты чего не ложишься? Сейчас, мам, закончу лягу. А что ты пишешь? Да у меня идея появилась. Хочу в интернете выложить информацию о малыша. А вдруг кто-нибудь откликнется? Ой, Вера, ну, полиция никого не нашла. Ты думаешь, у тебя получится? Мам, ну, у полиции свои методы, у меня свои. Посмотрим, чьи быстрее сработают. Понятно. Такси, слушаю. Через три минуты ожидайте машинку. Восьмой, Гена, слышишь меня? Слышу, Мариночка. Пассажирка возле Ледового дворца на автобусной остановке. У нее наша карта скидочная, 15%. Понял, еду. Алло, да, Верунь. В смысле, я твои заказы зажимаю? Нет, все в порядке, очереди, как велела Лукьянов. Да-да, все в силе, встречаемся. Через полчаса. Угу. Все, пока. Такси, слушаю. Смотри, что я ему купила. Тут пеленочки и погремушки новые. Здорово. Я тоже кое-что взяла. Там в приюте вообще-то условия неплохие. Ну, конечно, не домашние. Ну, да. Это уж, конечно. И Артемка скучает. Я прямо по глазам вижу. Артемка? А, ты имя ему дала? Ну, да. Я так придумала. Очень нравится мне это имя. Говорила его, записали именно так. А фамилия? Ну, тут даже придумывать не пришлось. Записали на мое. На Вицким. Ну, это пока настоящие родители не найдут. А я не против. На Вицкий так на Вицкий. Если ему потом не понравится, ничего сменит. А может и не сменит. Ты вон сколько для него всего делаешь. Пусть благодарность носит твою фамилию. Марина, да мне благодарность не нужна. Мне важно, чтобы у ребенка жизнь наводилась. А остальное чепуха. Садись. Поймите, я просто не имею права разглашать личные данные. Правила не разрешают. Так я никому не скажу, что от вас узнал. Все равно не где. Понял. А вы знаете что? Попробуйте обратиться в фирму, где она работает. Такси «Фортуна плюс» знаете? Знаю. Ну вот, они вам подскажут, как с ней связаться. Спасибо. Красивая девушка. Что сказали? Да нет, ничего. Удачи вам. Счастливо. О, какой няшка. Смотри, уже улыбается. Да, он всегда улыбается, когда я прихожу. Ну, меня тут уже знают. Разрешают иногда с ним гулять по территории. Верой, а ты не думала, что с этим парнем дальше будет? Думала. Я же вижу, как ты к нему привязалась. Веру, а может тебе его усыновить? Ну, а что, его мамашку черта с два найдешь? А он так один и будет здесь, в детдоме пропадать. Неужели себе его не жалко? Тебе? Ну, жалко, конечно. Ну, ты же знаешь мою ситуацию. Живу на чужой хате, на работу только устроила, зарплата копеечная. Кришная. Нет, мне двоих не потянуть. Ну, я тоже не миллионерша. Ты хотя бы по другим углам не мыкаешься. И, если что, тебе мама поможет. Ну, ты подумай, Вер. Фамилия, считай, у него уже твоя. Разве это главное? Ну, нет, конечно. Но ты же его уже любишь. Правда? Люблю. И о детях ты всегда мечтала. А тут, смотри, готовый. И ни вынашивать, ни рожать не надо. Очень ответственный шаг, Марина. Боюсь. Меня и так ругают, что я глупостями страдаю. А это не глупости. И никто тебя ругать не будет. Леша, твоя знакомая сбросила в сеть информацию о найденыша. Просит максимальный репост. Она упертая. Тут ее электронный адрес есть, если что. Да я знаю, где ее искать. Просто не ходил еще. Ну, а почему тянешь? Ты же хотел. Ты знаешь, я подумал, ну, что я ей скажу. Еще подумает, что я лухажера набиваюсь. Ну, скажешь, что хочешь помочь. Спросишь, чем. Леша, ты взрослый мальчик. Должен соображать. Следователь сказал, искать мать Артема гиблое дело. Ну, да. А зачем ее искать? Мне кажется, если она отказалась от ребенка, то он ей не нужен. Ну, найдешь ты ее, посмотришь в глаза. А дальше что? Артемку будешь впаривать? Хочу выяснить, почему она его подбросила. Вдруг у нее трудные жизненные обстоятельства. Не знаю, Верунь, мне кажется, зря ты все это затеяла. Подумай лучше об Артеме. Ой, а ты куда? Нам же прямо. Там Макс. Где? Да, вон, смотри, в кафе заходит. О, хочу вас познакомить. Ой, а это удобно будет? Конечно. А чего неудобно? Ты же сама все время спрашивала, что у меня за кавалер. Ну, сейчас и познакомишься. Ну, ладно. Макс, привет. А мы мимо проезжали, тебя увидели. Ну, познакомься. Это моя подруга Марина. Здравствуйте. Марина, очень приятно. Максим, давно хотел с вами познакомиться. Взаимно. А то Вера вас все прячет и прячет от меня. Вера, я что, страшный, что у меня знакомых прятался? Макс, послушай. Я тут подумала, а не усыновить ли мне Артема? Неожиданная мысль. Ну, просто если, как ты говоришь, у тебя серьезные намерения, то у малыша будет полная семья. И мама, и папа. Просто это очень важный фактор. Он всегда учитывается, когда детей отдают в приемные семьи. А ты уже прям все узнала? Нет пока. Я только собираюсь заняться. Но Марина меня одобряет. Да, Марин? Да. Да, безусловно. Вера будет очень хорошей мамой. Что скажешь? Я и заманчиваю. Но только такие вопросы не решаются, папа, хорошая. Ну, вы решайте, а я побегу. А то у меня перерыв заканчивается. Если я опоздаю, Лукьянов меня убьет. Тебе довезти? Нет, нет, спасибо. Я сама. Приятно было познакомиться. Это взаимно. Пока, Вера. Пока. Леш, тут на сайте одном верит, вы ответили. Ну, по поводу ребенка. Ну, на форуме прям. Ну, вот тебе есть повод, чтобы с ней встретиться. Но вдруг она не видела. Вера, ты же не собираешься прямо сейчас бежать и оформлять все бумаги по усыновлению? Ты представляешь, какой это сложный процесс? Если честно, представляю плохо. Никогда еще никого не доводилось усыновлять. И мне тоже. Мы с тобой в этих вопросах просто дилетанты. Надо почву подготовить, законы как-то изучить. Вера, давай это позже обсудим. Мне в бамп пора. Позже, так позже. Вечером созвонимся, хорошо? Угу. Семнадцатый, забери, пожалуйста, пассажира с парковой улицы. Там, где магазин игрушек. Да. Девушка, день добрый. Мне, наверное, к вам. Вы по какому вопросу? А вы знаете, я Веру Новицкую ищу. Не знаете, как с ней связаться. Вы кто? Ну, скажем так, знакомый. Меня Алексей зовут. Простите, мне она про вас ничего не рассказывала. Так мы знакомы с ней, совсем ничего. Вот решил это как-то исправить. Послушайте, Алексей, да. У нее есть молодой человек. Его зовут Максим. Она с ним счастлива, и я вам не советую не мешать. Девушка, послушайте, я вовсе не интересуюсь личной жизнью Веры. Пусть она встречается с кем хочет. Я помочь хотел. Ну, это касается ребенка. Подкидыши. Вы же в курсе этой истории? Да, знаю, но Вера этим уже не занимается. В смысле? Ну, в смысле. Полиция ищет родителей ребенка, а у Веры свои заботы. Понятно. То есть телефон вы мне ее не дадите? Нет, извините, мне нужно работать. Хорошо. Нет, главный вход. Там четыре входа. Да, четыре. Что я вам могу сказать? Следствие еще не завершено. Родители ребенка не найдены. И, соответственно, не лишены своих прав. А какие у них права? Они же отказались от сына. Да. Разрешите? Да, пожалуйста. Спасибо. Чай, кофе? Нет, нет, спасибо. Варечка, сделайте мне кофе. Хорошо. Я говорю о формальной стороне, с которой вам придется столкнуться в случае, если вы всерьез решили заняться процедурой усыновления. То есть вы считаете, что все безнадежно? Я так не сказал. Сложностей много. И самостоятельно вам с ними не справиться. А вот с помощью профессионального юриста... То есть вашей. Если вы мне доверяете. Ну, естественно, придется пойти на определенные расходы. Скорее всего, довольно затратные. Ну, с деньгами у меня не очень. Я работаю таксисткой, а мама на пенсии. Тогда будет сложнее. Ну, если хотите попытаться... Да, я очень хочу. Вот перечень документов, которые вам нужно собрать. Как видите, он немаленький. Так что начинать, собирать нужно уже сейчас. О, привет. Привет. Заказов на ожидании нет. Понял. Привет. Макс. Здорово. А ты чего здесь, Верку ждешь? Ну, говорили с ней, что он сюда приедет. Ага. Да, Вер. А... Подожди, как не сможешь? Хорошо, хорошо, ладно. А что у него вечно срывается? Макс, я тебе вот что хочу сказать. Тут такое дело... Мне сегодня хахаль какой-то приходил. Какой хахаль? Ну, я не знаю, какой-то видный. Алексеем зовут. Подожди, и что он хотел? Номер ее спрашивал. Нет, ну, я, конечно же, не дала номер. Но ты сам понимаешь, это дело в риме. Интересно. Ну, в общем, я тебя предупредила, ты только Верке не говори, а то еще подумаешь, что у нас с тобой заговоры. Угу. Пока. 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 Вер, ты все изучаешь? Угу. Столько бумажек нужно, чтобы ребенка усыновить, то ты за год не соберешь. Ну, Вер, ты что, серьезно решила усыновить этого мальчика? Серьезно? Ты что, против? Нет. Ну, а с Максимом ты говорила? Советовалась? Макс уходит от ответа. Но, чувствую, не нравится ему эта идея. Он и своих-то детей заводить не спешит, что уж чужик говорить. Вер, он прав. Это же серьезная история. Мам, пожалуйста, давай не будем об этом? Хорошо. Я спать. Покойной ночи. Спасибо. 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 Да, Алексей. Вера, добрый вечер. Я искал вас, но ваши друзья, как сговорились, никто не давал ваш номер. Поэтому пришлось написать вам на электронную почту, которую вы оставили в интернете. Вы хотели еще раз выразить мне свое недовольство? Нет, напротив, я хотел извиниться перед вами за то, что так вел себя и за то, что наорал на вас. Почему вел себя как дурак? Вы совсем этого не заслужили. Да ладно, я уже забыла. А что насчет малыша? Да, моя сестра увидела сообщение в ответ на ваше объявление на форуме. Я подумал, что это может вас заинтересовать. Да, машинка уже на месте. Синего цвета. Да. Посмотрите внимательнее. Ага. Увидели? Ну вот, замечательно. Нет, ну какой народ бестолковый, а? Ну вот в упор машину не видят. На, читай, что на форуме написано. Прочитай сама, я даже чай не успеваю попить. В ответ на ваше объявление сообщаю. Мама ребенка, о котором вы пишете, живет в деревне Лыков. Она уехала в город, где ее подло обманули и бросили с новорожденным без помощи и средств к существованию. Теперь она вернулась домой. Это несчастная женщина. Она подбросила вам ребенка не от хорошей жизни. Если в вас есть хоть капля жалости, позаботьтесь о малыше. А его мать не тревожьте, она и так наказана жизнью. Подписи нет. Возможно, это она сама и написала. Ну а если и сама, то что это меняет? Думаешь, врет? Я вообще уже ничего не понимаю. Здесь все так неопределенно. Так а что непонятного? Она говорит о том, что если бы Артем остался с ней, то он, ну, жил бы в нищете. И еще не факт, что не умер бы от голода. Так что все хорошо. Марина, слушай, ты, пожалуйста, Максу пока ничего не говори, ладно? Ну, это его больная тема. Тогда сама все обдумаю и решу, как быть. Да-да-да, такси слушаю. Ага. Кирпичная семь, квартира один. Принято. Привет, Вер. Привет. Хорошо, что я тебя застал. А что-то случилось? Да, меня в командировку вызывают. На неделю. Все так внезапно произошло. Когда едешь? Сегодня. Вер, что за тип к тебе наведывается на работу? Какой тип? Да Леша какой-то. А, Леша. Слушай, мы с ним всего один раз виделись. Он тогда разозлился на меня, а теперь решил измениться. И все. Что, ревнуешь? Забавно. Что тут забавного? Я надеюсь, что ты в мое отсутствие в глупости не натворишь. Ты сейчас говоришь прямо как муж? Муж? Ну, потому что я хочу быть твоим мужем. Или ты забыла о моем предложении? Нет, я помню. Ну вот. Времени у тебя было предостаточно об этом подумать. Ты хочешь, чтобы я дала тебе ответ прямо сейчас? Это было бы вообще идеально. Хорошо. Давай так сделаем. Я через неделю вернусь, и ты мне дашь ответ. Да или нет? Такой вариант устраиваешь? Да, хорошо. Да уж. Это будет самая длинная неделя в моей жизни. Пока. Спит. А ты что, решил географию потянуть? Да, смотрю, где эта деревня Лыково. Ну, и где? Да где-где, у черта на куличках. Общественный транспорт туда не ходит. Ну, максимум можно до райцентра доехать. Ну, оттуда еще километров 30 спилить. Ну, значит, только на машине, да? Ну, да. Еще неизвестно, какие там дороги. Скорее всего, никакие. А чего тебе сдалось эта Лыкова, а? Ты знаешь, я тут подумал, зная Веру, она точно туда соберется. Угу. Да зачем ты поедешь в эту деревню? Ну, зачем? Мам, я хочу встретиться с матерью Артема. Поговорить с ней. И что ты ей скажешь? Скажу, как ему одиноко в приюте. И что он поймет, что его бросили, когда подрастет. Не каменное же у нее сердце. Ну, конечно, каменное. Ну, конечно, она же его бросила и уехала в тьму таракань за 3-9 земель. И ты хочешь ее разжалобить? Мам, конечно, я Артема не брошу, но все равно ему лучше в родной семье, а не в приемной. Я попробую с ней поговорить, и я думаю, она поймет. Я не понимаю, ну, почему ты должна одна ехать в эту тьму таракань? Ну, дождись, когда Максим вернется из командировки. Поедьте вместе. Нет, нет, я не хочу Макса во все это посвящать. Сейчас еще начнет психовать, меня воспитывать. Нет. Его недели не будет, я за это время успею туда съездить и вернуться. А вот, когда результат появится, я ему обязательно сообщу. Вера. Иран. Иран. До встречи. До встречи. Марина, я тебя очень прошу, присматривай, пожалуйста, за Верой. А что, ты ей не доверяешь? Боишься, что пока свои дела в столице будешь разруливать, она на сторону уйдет? Так, понимаешь, я ее распустить не могу. Такое ощущение, что она от меня ускользает постоянно. Вот и сейчас еду, а на душе не спокоит. Не, ну мне ты можешь не рассказывать, я не вчера родилась. Хорошо. Можешь просто понаблюдать за ней? С кем она разговаривает, о чем? Тем более, вокруг нее всякие подозрительные личности увиваются. Позвонишь мне? Знаем о этих личностях. Это, кстати, тоже тебе. Будь спок. Пока. Я вот что хотел предложить. Давайте я сам съезжу в Лыково и все узнаю. Вы? Ну да. У меня машина хорошая, полный привод. Там неизвестно, какие дороги. Вы на своей можете не проехать. Простите, но вам-то что до Артема? Вы же считаете, что я ерундой занимаюсь. Не, я так не считаю. Наоборот, как-то проникся, что ли. Ну и помочь хочу. Леш, спасибо вам огромное, но мне кажется, это не очень хорошая идея. Я должна съездить сама. Хорошо, давайте вместе поедем. Мы с вами? Вдвоем? Ну да, вдвоем. А что, ну как-то спокойнее, ты веселее. Спасибо. Привет. Ой, доброе утро, Евгений Иванович. Доброе. Ты не знаешь, куда Новинская забралась? А Верка? Не знаю, она куда-то собиралась. Да попросила ближайшую неделю ее на линию не ставить. Вроде уезжает куда-то. А у меня людей не хватает. Пассажиры по полчаса в своей очереди ждут. Евгений Иванович, ну я же ни сном, ни духом. Сейчас я ей позвоню, все узнаю. Да не надо работы, я сам разберусь. На, Вер, возьми бутерброды. Мам, не надо, я по дороге что-нибудь возьму. Вер, возьми. Куда едешь, с кем? Ничего не понять. Мам, все там понятно. Чтоб ты не волновалась, хочешь, я тебе буду с дороги звонить. И номер телефона Леши скину на всякий пожарный. Леша, Леша. Ну, может, Максим бы предупредил их хоть. Чтобы он меня своей ревностью извел. Нет уж, спасибо. Так и ему спокойнее будет. И мне. Леша, что ли? Вроде договорились во дворе встретиться. Маринка, Вера. Так, ты скажи мне, почему ты уезжаешь и мне ничего не рассказала? Прости, пожалуйста, я замоталась совсем. Я думала, с дороги уже позвонить. Ой, здравствуй, Марин. С возвращением. Здравствуйте, Полина Васильевна. Ты куда едешь? В Лыково? В Дырень эту? Почему в Дырень? Там тоже люди живут. Я тебя умоляю. Ты одна едешь? Нет, с Лешей. С этим? Вера, ты с ума сошла? Ты ж его вообще не знаешь. Марин, ну что, он съест меня, что ли? Да кто знает, там места пустынные, дикие. А если что-то случится, ты куда побежишь? Кого о помощи будешь просить? Ну, хватит меня страшилками пугать, а? Ну, в 21 веке живем, со мной ничего не случится. Ну, ладно. Мое дело предостеречь. Ты, когда едешь, позвони. Обязательно. Спасибо большое, что зашла. Хорошие дороги. Спасибо. Чего не забыл? Нет, вроде все взял. Люсь, я не на месяц уезжаю. Через два дня вернусь. Так, все, давай. Честно признаюсь, ты едешь, потому что она тебе нравится, да? Честно? Угу. Не твоего ума дело. Давай, пока. Береги себя. Привет. Привет. Ну что, готовы? Да. Тогда в путь. А вам не страшно? А почему мне должно быть страшно? Ну, вдруг я негодяй какой-нибудь. Или вообще маньяк? А вы мне доверились? Не знаю. Я вам верю. Почему? У меня что, на лбу написано, что я хороший? Почти. Просто я чувствую, что вы надежны и с вами безопасны. спасибо за комплимент. Алло, Макс. Это Марина. У меня для тебя есть новости. Что? Леш, наверное, устали вы. Я, может быть, поведу сама? А вы справитесь? Да, я шесть лет за баранкой. У меня ни одной аварии, ни одного нарушения. Тем более, вон, дорога здесь нормальная. Ну, да. Дорога нормальная, да. Чего? Да нет, ничего. Да чего вы смеете? Ничего, не обращайте внимания. Ничего, это про себя так. Да, Макс? Привет. Голос только захотел услышать. Приятно. Чем занят? Да только что вернулся с переговоров. Башка трясет. Ложись спать пораньше. Лягу. Сейчас поужинаю. Сразу в постель. А ты? Ты дома? Нет. В машине. Одна? Нет. Не одна. Я соскучился. Думаю, дай-ка позвоню, потрепимся. Слушай, мне не очень удобно сейчас разговаривать. Хорошо. Хорошо. Завтра позвоню. Да, звони, конечно. Пока. Пожалуйста, что-нибудь еще? Угу. 150 книг. Пожалуйста. Спасибо. 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 На дороге. Как они здесь ездят? Осторожно, по-моему, это очень глубокая яма. Да не, нормально. Проедем. Ну что, Вера, хотели сесть за руль? Давайте меняться. Похоже, нужна грубая мужская сила. Все, приехали. Засели глухо. Нигде связи нету. А что теперь делать-то? Что делать, что делать? Ночевать. В смысле ночевать? Где ночевать? Здесь, посреди дороги, что ли? Да, прямо здесь, посреди дороги. Судя по всему, здесь не самая оживленная местность. Переночуем, ну а утром уже что-нибудь придумаем. Ну, ладно. Только можно я на заднем сиденье лягу? Да, конечно. Сау, Сау! Что случилось? Нога. Дайте помогу. Больно? Ау, да, да, не очень. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно. Спасибо. Голова. Сейчас. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как спалось? Замечательно Нога болит? Да нет, вроде уже, хорошо, спасибо Связи нет, можешь не проверять Твой жених, наверное, переживает Хотя ты ему вчера так все честно сказала Про машину и то, что не одна Ни одного слова неправды Ну, я не люблю врать Да и не умею А если бы он дальше спрашивал? Сказал бы все как есть Я знаю, что я поступаю правильно Когда вернемся, все, я ему расскажу Ну, вот, готово Слушай, я же совсем забыла, мне мама бутерброды с собой положила Сейчас принесу Давай 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 Максим, здравствуйте Проходите Здравствуйте, Полина Васильевна Проходите Ну, да Одни раз сказала, что вы в командировке Где она? Она уехала С этим Лешей своим, да? Да, папа Полина Васильевна, вы поймите Я дела все бросил, примчался, чтобы с вами поговорить Вы можете мне объяснить? Ну, зачем она мне врет все время? Ну, ну Почему она меня обманывает? Максим, Максим Ну, не будем вот так у порога Давайте, проходите Проходите, проходите Проходите, пожалуйста Сейчас перекусим Я пойду веток соберу Попробую под колесо подложить Может, получится самим выехать Ну, слушай, а может, уже пушком дойдем до этой деревни? Ну, через лес Тогда же быстрее будет Местность незнакомая И вдруг волки И волки Ты зря смеешься Я только как полиграфией стал заниматься Машины перегонял Так у меня вот случай был Я застрял один в лесу Кругом никого Я пошел За дровами Сам не заметил, как стемнело Возвращаюсь и вижу В темноте Раз глаза Два глаза Ну, штук пять Вокупный штук Сразу на дерево И ремнем себе привязал И привязал зачем? Ну, как зачем? Чтобы не упасть Вдруг бы задремал Кошмар Недолго ты так просидел Только не растлело Леша, ты не очень на меня сердишься? За что? Ну, то, что втянуло тебя во всю эту историю Так бы дома сидел В тепле Не торчал бы здесь со мной Посреди леса Ну, во-первых Ты меня ни во что не втягивала Я сам предложил помочь А во-вторых Я ни о чем не жалею Слышишь? Ну, вот скажите мне, Полина Васильевна Я что, заслуживаю такого отношения? Укатила, черти куда С чужим мужиком И мне ничего не сказала Максим, ну, с каким чужим мужиком? Ну, он поехал как водитель Или она просто не хотела вас расстраивать Я что, маленький пацан? Ну, пусть скажет, любит она меня или нет Я же пойму Она поехала из-за ребенка Ну, можно сказать, как командировка Да какая командировка? Кого она там будет искать? Эту пенчушку, которую я с собственного ребенка бросил Это все дурь Дурь? Скорее всего, да А с другой стороны, если все-таки Ну, удастся найти это горе-мать И уговорить забрать ребенка Тогда, может, Вера оставит идею Усыновить его? Вы же тоже вроде не готовы к этому А? Полина Васильевна Вы прям как воду глядите Ну, какой из меня отец? Еще и приемный Да Так что, Максим, идите домой Выдохните, успокойтесь Вера через два дня приедет И я уверена, вы пообщаетесь И все будет хорошо А сейчас вот безе Сама делала безе Спасибо Очень вкусно Да? Давно здесь кукует? Со вчерашнего вечера Да, не повезло Ну, давай Давай Попробуем Спасибо тебе Сколько я должен? Обижаешь Какие деньги? А вы куда едете? Мы в Лыково Не знаете, это далеко отсюда? Да не, километров 10-12 А я сам оттуда еду Только вы это Аккуратней Там дорога еще хуже Простите, а вы не знаете Там живет женщина У которой недавно ребенок родился Женщина? Не, не знаю Ну, вы это Можете спросить у бабки Степановны Она там всех знает А как ее найти? Да, очень просто Как езжайте Зеленые ворота такие Улица Вишняковская 38 Только вы Скажите, что, мол Ловка Лебедев направил А то она у нас крутая Еще во двор не пустит Бывает Спасибо вам Пожалуйста Пожалуйста Я буду где-то здесь Вишняковская 38 Точно, это наш дом Пойдем Здравствуйте Есть кто дома? Похоже, никого Хату не сдаю Молоком не торгую Да вы по другому вопросу Поговорить с вами хотели О чем? Нас к вам Лебедев послал Воложке, что ли? Сказал, можете помочь Ну, проходите Ну, слушаю вас Звонки не отвечают Вообще, телефон отключил Вот, что ты раньше Времени загоняешься? Может быть, там связи нет Или, я не знаю У нее телефон разрядился Да все что угодно Могло случиться Марина, я не лох Если ты завела роман С этим Лешей Будь добра, скажи Зачем передо мной Хвостом крутить? Ты мужик или нет? Если любишь Надо бороться Как? Так я не знаю Ну, ультиматум поставь Чтобы больше никаких поездок Без твоего ведома И чтобы выкинула из головы Эти поиски-розыски До добра ее не доведут А все ты правильно говоришь? Только она меня не послушает Характер проявит Бабам это нравится И тогда она за тобой На край света Сейчас Слушаю такси Деревня-то у нас Сами видите какая На честном слове держатся Они старики да старухи Есть одна молодка Четок за тридцать Риткой зовут А она с ребенком? Нет, она одна живет Родители ли Десять тому назад Как померли Она фельдшерицей у нас работает А в прошлом году Один турист приехал Поселился у нее А Ритка с ним спуталась А потом этот турист Укатил обратно А у Ритки живот растет С месяца назад Она уехала Долго не была А вот позавчера вернулась Она одна вернулась? Одна Сама не своя С лица спала Ни с кем не разговаривает Заперлась у себя В халупе И сидит Очень похоже Да, зачем подбрасывать? Могла бы аборт сделать Если с финансовыми проблемами Ага Какие у деревенской Врачехи финансы? Зарплата Грош да полушка А что до аборта Так это грех великий Ну, не нам ее судить Мне кажется Это та девушка Которую мы ищем Вы не могли бы подсказать Как ее найти Где ее дом Пойдемте Покажу Спасибо Ой, только не знаю Станет ли она с вами разговаривать Совсем дикое стало Слово из нее не вытянешь Ну, может, когда про сына узнает Сговорчивее будет Ну, вот в конце улицы Дом Такой же зеленый забор, как у меня Калитка такая же Спасибо А не подскажете еще Откуда у вас здесь позвонить можно? А то у вас тут мобильники не берут А у меня мама дом волнуется Ой, так это только с почты Кстати, рядом с Риткиным домом Там и вывеска есть Не пропустите Спасибо Спасибо вам Здоровья И вам, Николай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вера Алло Мам, у меня все нормально Я в Лыково Что? Алло Алло, Вера Ну, говори громче Не слышу ничего Говорю, я в Лыково Тут просто со связью беда Ну, как вы, как добрались? Вы нашли кого? Ищем Но сегодня в любом случае все решится Ты как? Ой, я хорошо Хорошо все Точно? Да все хорошо Никаких приступов Все Все у меня хорошо Мам, я по голосу слышу Ты что-то не договариваешь Максим вернулся Из командировки приехал Раньше времени Приходил к нам Злой очень Знает, что ты не одна уехала Мам, я поговорю с ним Когда вернусь Вер Целую Пока Верусь, я тоже целую Вера Алло Вер Вер Интересно, дома она? Сейчас узнаем Рита! Похоже, никого нет Дверь Рит Рит, откройте, пожалуйста Рита, не бойтесь Мы просто хотим поговорить Я сейчас точно не до нас Она может мне открыть Рита, мы сейчас можем уехать Но вы ничего не узнаете о своем сыне Я была в той машине Куда вы его подбросили Кто вы такие? Что вам от меня надо? Ваш сын жив-здоров И вы ему очень нужны Он сейчас в детском доме Какой сын? У меня никогда не было сына Подождите, но соседи нам сказали Что видели вас беременны У меня была девочка Дочка у меня была Да я бы Лаврицент рожать Она родилась мертвой Что? Врачи ничего сделать не могли Сказали, роды были сложные А я врач, я им верю Ей шею Ей пуповина шею передавила Простите Просто нам сказали Что вы А вам что, справку показать Могут быть? Да нет Из роддома, из морга Я сейчас принесу Нет, нет, что вы Нет, мы Я просто всю жизнь одна Я очень хотела Чтобы у меня была Родная кровенушка Кто-то рядом И мы идем Я день и ночь мечтала Что я ее рожу Выращу И мы будем вместе А отец? Да ему плевать на меня Понимаешь? Он свое дело сделал И свалил Мне она была нужна Доченька моя Понимаешь? Теперь ее нет И никогда больше не будет И никогда больше Ее не будет Горе-то какое Получается, мы ее обидели? Могли вы сами сопоставить Какой смысл был Ей так далеко ехать Чтоб ребенка подбросить? Глупость Пойдем отсюда Ну что, какие планы? Ну, раз уж мы все равно здесь Надо заглянуть и в другие дворы Поспрашивать Ну, да Домов-то немного Думаю, за часа два Управимся Хотя у меня странное ощущение Что мы зря сюда приехали Как будто это Либо ошибка, либо развод Ладно Давай закончим начато Поехали Марина Марина, слушай Только что звонила мама Веры Они доехали до этого Лыкова Или как оно там называется Нашли мать-подкидыши Надеюсь, Вере удастся уговорить эту мамашу И вопрос с ребенком решится Короче, все не так плохо Это был последний дом Никто ничего не знает Ну все Ловить больше нечего Лыкову вообще ложный след Меня обманули, понимаешь? Кто-то очень зло пошутил А я как дура повелась Вера, ну перестань Ты все правильно сделала Ну что? Поехали домой? Поехали Ты добычи Не дождешься Черный ворон Я не твой Ты добычи Не дождешься Черный ворон Я не твой Давай, за все хорошее Добрый вечер, граждане Здравствуйте Добрый Что это у вас тут за посиделки? А что посиделки? Распевание в неположенном месте Мы же никому не мешаем Сидим тут чинно Благородно Не мешайте Да, это что такое у вас тут? Прописка в подвале здесь? А мы полежим минут 20 И пойдем И пойдем Слушай, Ген, что-то мне эта Барышня знакома Ты ее видел? Раньше Стой, 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 стой А что такое? Я ничего не делала А что такое? За что меня это задерживать? Начали Сейчас разберемся Как зовут? Гаврилова Мария Александровна Документики есть? У меня документы дома Слушай, Ген, ты пока с этими Разберись, там прописка и все такое А мы сейчас съездим к ней домой За документами, а потом в отделение Хорошо Поехали А что в отделении? А что начали? Что это у меня в отделении? Что я такого сделала? Давай, давай А сидим себе Давай, давай, иди Ну вот Приехали Ну, я пошла Вера Ты знаешь, неплохое путешествие получилось Жалко только бестолковое Никого не нашли, в пустую прокатились Ну, почему же бестолковое? Мы с тобой хотя бы попробовали Леш Спасибо тебе Так Всегда Пожалуйста Ну, пока Пока А, пока На связи Ой, моя Моя, моя, моя Приехала Ой, как я здесь научилась Мам, ну это чего Мне все же два дня не было А я завела тесто на блинчики Слушай, ты прям телепат Я ехала, я о твоих блинах просто мечтала уже Тошниток фастфуда Быстро умываться И на кухню Давай, давай, давай Тут документы в порядке Только кого-то она мне напоминает Да и мне тоже И что вы, Мария Александровна, делали в подвале? Со знакомыми встречалась А что, нельзя? Ну, интересные у вас знакомые Оба не прописаны в нашем городе Живут в подвале Ну, я же в подвале не живу А прописку я ихнюю не смотрела У меня нет таких полномочий В чем мне это неинтересно? Ну, а почему от наших сотрудников убегали? Так я испугалась Я продрала глаза Стоят два мужика в форме Так у меня этот инстинкт сработал Бойкая за слово в карман не лезет Ну, а что? Ну, посидели малюха с мужиками Ну, бахнули по пятьдесят Ну, что так что Сразу за это в тюрьму надо садить Ну, в тюрьму вас Пока никто не сажает Вот, держите А знаешь что? Ты эту красавицу поробей по нашим базам Нигде у нас не проходило Да вы что? Какие базы? Знаете что? Вы вот там в коридорчике посидите Это много времени не займет Пойдемте Да, да, да Нет на вас управы Ничего, я найду Бездную, несчастную женщину Посадить хотят Да что? Управы нету Ну, давай, давай, рассказывай Как ты съездила? Перезми мать Артема Нет, мама Это оказалась не она Как не она? Как не она? Ты же говорила мне по телефону Что вы ее нашли Меня обманули, мам И меня, и Лешу Мы зря обидели эту женщину И у меня так трудная судьба Ребенок умер А тут еще мы со своими расспросами До сих пор стыдно Да То есть Женщину ты обидела, тебе стыдно А то, что Макса обидела, ничего, да? Ты хоть о нем вообще вспоминала? Вспоминала, мам Он и сам не давал о себе забыть Правильно Потому что человек тебя любит Ты уверена? Я? Да Ты еще когда приехала, звонила ему? Нет Молодец Бери телефон, звони Звони, звони Макс, привет Я вернулась Вернулась? Это хорошо А то в пору было уже и тебя В розыск объявлять Не ерничай Я вымоталась Как совраска Результат есть? Ну, знаешь, как говорят Отсутствие результата Это тоже результат Заинтриговала Ладно, это все не по телефону Когда увидимся? Ну, я просто с Маринкой договорилась увидеться сегодня У нее выходной Чудесно Я тогда тебя заберу, сядем в кафешке И обо всем поговорим У меня к тебе вопросов накопилось Ну, хорошо Договорились Ты почему с ним так разговариваешь? Уж совсем как-то неласково Залится на меня Ну, конечно Ну, конечно, потому что он живой человек Уехала, ничего не сказав Ничего ему не объяснила Ешь, давай, ешь Остыну сейчас В наших базах гражданочка не значится Ни по каким делам не проходила Ну, вот фоторобот женщины Которая бросилась под колеса В машине Новицкой Вы помните эту историю, спот, Кириша? Ну, да Конечно, помню Фоторобот составлен со слов Новицкой Эту бродяжку потом никто не видел За достоверность ручаться трудно Ну, посмотрите, какое сходство Ну, да, удивительное сходство Как считаешь? Я бы проверил, кто она Могу идти? Давай Ты ничего не хочешь мне рассказать? Так я уже все рассказала То есть, ты считаешь, это в порядке? Вещей уехать непонятно куда с левым мужиком? Макс, не психуй, пожалуйста Я не психую Мне просто важно знать Что между вами было Да ничего между нами не было И быть не могло Двое суток ты была с ним в одной машине Я не знаю, ты спала там, наверное, с ним Ты не имеешь никакого права Так со мной разговаривать Ира Прости, я действительно резаю с тобой Ну, ты вводи в мое положение Что я должен думать? Я домой Завтра рано вставать на линию И устала здорово Я подвезу тебя Нет, спасибо, я сама дойду Завтра обсудим, если захочешь Слушаю Это следователь Неверов Вера Михайловна У меня тут сидит некая Гаврилова И больно она уж похожа на вашу бродяжку Можете ко мне приехать? Больше нужно проверить Да, конечно, сейчас буду Я смотрю, недоволен Это из-за поездки? И да, и нет Съездили, конечно, впустую Но Ты знаешь, во мне что-то перевернулось А это как? Я вдруг понял, что Мне нужна Вера В этом, я смотрю, время не зря не теряли, да? Ну, брусь Ничего такого не было Просто Ну, я ее узнал получше Почувствовал Ты что, влюбился, что ли? Да Так что ты грустишь? Давай действуй Не, я не могу У нее жених есть Он ей предложение сделал А она что ответила? Да, я не знаю Может и не ответила Но все равно с моей стороны это Подло Я даже не знаю, что тебе посоветовать Реально тупик Да знаю Да, очень похоже То есть Вы не уверены? Понимаете, там было темно Я видела ее меньше минуты Ну, а вы что скажете? И что я должна сказать? Я ее вообще впервые вижу И под колеса ее автомобиля В общечном переволке Вы не кидались Что я вообще С дуба рухнула? И все-таки это она Голос очень похож Да что ты на меня наговариваешь? Я тебя не знаю Знать не хочу А может вы все-таки Напряжете свою память? Когда она вам помогала подняться Ее в машину Младенца подбросили Граждане, да что вы На меня всех собак свешиваете? Мне что, в свою греху вняту? Ну, тогда вы свободны Я свободна, да? Все, до свидания До свидания, больше не попадайтесь Подождите, а как это свободно? Почему вы ее отпускаете? Ну, у меня нет оснований Для ее задержания Документы у нее в порядке Закон она не нарушала И что касается вашего случая Вы тоже не уверены, что это была она? Спасибо, до свидания Постойте Послушайте Ну, что тебе еще? Я знаю Вы не захотели признаваться в полиции Но теперь между нами Скажите, чей это ребенок? Ну, что ты ко мне пристал? Да не знаю я ни про какого ребенка Да я обещаю Я ничего не скажу следователю Я просто беспокоюсь за малыша Вам ничего не будет Достал Сказать на тебя Я не в пределах Ты меня с ним допутаешь Влидову Давайте я вам помогу Спасибо Здравствуйте А вы к кому? Здравствуйте Я к Артему Новицкому Он у вас в приюте А вы ему кто? Я что-то вас не припоминаю Да, собственно говоря, никто Но с некоторых пор его судьба мне не безразлична Пойдем Вер Да, с удовольствием Спасибо Слушай, Вер А ты еще не отказалась от своей затеи? Какой? Ну я по поводу усыновления Нет, конечно Только я бы тебе бумагами запуталась совсем Миллион справок требует конца края не видно Слушай, у меня есть один знакомый юрист Друг мой, Пашка Ефремов Мы с ним в армии вместе служили Могу попросить Он поможет Ну это, наверное, очень дорого Да ну брось Мы с ним друзья Я ему взамен, не знаю, какой-нибудь буклет распечатаю Партию визиток В общем, не переживай И это в самом деле тебя не обременит? Нет Просто хочу, чтобы пацана по жизни все нормально сложилось Марин Да? Ты не в курсе, какие у Веры там заморочки? Мне ее оставить сегодня на линию или нет? А, не знаю Она вроде бы никуда не собиралась Хотите, я позвоню, узнаю Узнай А то у меня пассажиры по полчаса машину ждут Алло, Вероня, а ты где? А, ты бы не задерживалась? А то Лукьянов что-то сердитый какой-то с утра Ага Все, давай, чмоки, приезжай Здравствуйте, вы такси заказываете? Я, я, пожалуйста, вы быстрее Я опаздываю очень Хорошо, сейчас пострадаю Простите, пожалуйста Я буквально на минутку Вы куда, девушка? Да что ж такое, а? Как удачно я вас заметила Здравствуйте Здравствуйте Опять ты на мою голову? Скажите мне правду, я вас очень прошу Я смотрю, ты не отстанешь от меня Акабы не нужда, я бы тебе слова не сказала Так я вам заплачу, сколько смогу Посмотрю, и тебе этот пацан в печенках стоит Ну, говорите, пожалуйста Только не сейчас Да, я сейчас тоже не очень могу Значит так, давай с тобой встретимся в Восточном парке Там есть такая беседка с зеленой крышей И бабло не забудь, поняла? Хорошо, спасибо большое Девушка, ну что это за безобразие? Ну я же вам сказала, что я опаздываю А вы с какими-то ободранцами лясы точите Простите, пожалуйста Сейчас пойду Ну это кошмар какой-то Да вы меня спрашивали Да, вы директор таксопарка? Я, а в чем дело? Видите ли, у вас работает моя будущая жена Вера Новицкая Я не знал, что она замуж выходит У меня к вам будет очень деликатная просьба Зарплату ей повысит? Даже не заикаетесь И как говорится, с хлеба на квас перебиваемся Как раз наоборот, я хочу, чтобы вы ее уволили Ну, расторгли договоры, какие у вас там процедуры? Уволил? Да, мне очень не нравится, что она происходит Мама ее против, но Вера-то уперта Вот если бы вы помогли как-то Вы хотите, чтобы у вас была безработная жена? Я хочу, чтобы моя жена работала на достойной и престижной работе А людей кто возить будет? У меня так водитель раз-два общался И я кадрами не разбрасываюсь Есть у меня пара приятелей с машинами Которые мне просьб будут у вас подработать Если так, я подумаю Давай бабки гони вперед А то еще обманешь Конечно Вот, держите все, что есть Я не богатый, ты живешь Простите, вообще больше ничего нет Да ладно Вижу, что ты из них крутых Слушай, подошла ко мне одна девка Ну, где-то по возрасту такая, как и ты Предложила заработать Ну, а приметы какие-нибудь у тебя помните? Да какие приметы? Ну, рост-то вот такого среднего Одета скромно А лицо все время прикрывало Так что я не разглядела И что она вам предложила? А то и предложила Выскочишь на дорогу И прикинешься, будто ты меня зацепила машиной И вы сразу согласились? Да нет Что я? Дурочкой нет Я ее спросила, какого лешего тебе это надо А она мне говорит, не твое дело Ты ничего противозаконного не делаешь Выбежишь, упадешь Ну, вот и все дела Много она вам заплатила? Да нет, денег у нее не было Так она мне дала кольцо золотое с камушком Все, больше я ее не видела Проходи Ну что, Паш, поможешь? Ну, ты мне и задачку задал Я так понимаю, у девушки даже своей жилплощади нет Ну, она с мамой живет Но если вопрос только в жилплощади То можешь вообще не переживать Решил Если бы только в жилплощади Ну, надо доходы посчитать, характеристику посмотреть Придираться будут по полной программе Насчет характеристики можешь вообще не переживать Девушка хорошая, добрая, очень порядочная Я сам тебя с ней познакомлю, видишь? Да я понял, что ты не из-за жалости за нее хлопочешь Запал, да? Запал А что плохого? Ну, ничего Я наоборот считаю, что тебе давно пора обзаводиться семьей Я рад за тебя Можешь на него взглянуть? Так у меня его нету, я его Фомину сплавила Он у нас такой барыга ничем не побрезгует Он сказал, что у нас золотое А цену мне дал хорошую, нормальную Можно узнать адрес этого Фомина? У меня есть, но он с тобой разговаривать не будет Нет, он не из тех людей, он не такой Диктуйте Вер, я уристо был Помнишь, про Пашу Ефремову тебе рассказывал? Ну так вот, он на нашей стороне Скоро буду, обсудим Я все время чувствую, что вот она нить, где-то рядом Но никак не могу ее ухватить Вер, ты здесь? А я тебя ищу Евгений Иванович, простите, пожалуйста Я буквально на секунду к Маринке забежала Я уже возвращаюсь на линию Вообще-то я хотел сказать Ты мне больше не нужна В каком смысле? Ну, расходятся в нашем пути Не обижайся Но не доверяют народ женщинам-водителям Предпочитают с мужиками ездить Евгений Иванович, у нас водители в фирме сгулькин нос Подтягиваются потихоньку Сегодня двое добрых молодцев явились Я их взял Ясно Только лучше бы вы мне прямо сказали, чем я вас не устраиваю Зачем вы на пассажиров-то сваливаете? Всего хорошего Вера, подожди Вера, ты... Привет, я за тобой Ты сейчас свободна? А я уже в принципе свободна Меня с работы уволили По какой-то причине, естественно, я спросить По половому признаку Клиенты, видите ли, женщинам за рулем не доверяют Чего? Это что за чушь? Я сам видел, как ты ездишь Многие мужики у тебя учиться должны Да, я сама, конечно, понимаю, что это все отговорка Лукьянов просто взъелся на меня за то, что я столько времени на Артема трачу Да, плевать Одно только плохо Мне без работы об усыновлении даже думать нечего Кто мне отдаст ребенка, если у меня доходов нет? Вера, вот об этом как раз я хотел с тобой поговорить Давай, прыгай ко мне в машину Я тебя долго не сдержу Да, у меня теперь полно времени Макс, ты опять за своей невестой не уследил? Леша, раз уж ты все равно со мной возишься, а можно тебя попросить? Да, конечно, о чем? Поехали вдвоем к Фимину Он тут недалеко живет, на молодежном бульваре Подожди, это тот скупщик, про которого Гаврилова рассказывал? Угу, ну просто кольцо это единственный след Вдруг оно какое-нибудь приметное окажется, не знаю, вдруг там надпись есть? Ну, это вряд ли Мать Артема действовала очень скрытно, лицо спрятала Поэтому едва ли она стала бы подставляться так из-за кольца? Ну, все равно, других зацепок нет У этого Фомина явно проблемы с законом А я с такими личностями вообще не умею разговаривать Вся надежда на тебя Понял Попытаюсь оправдать На молодежном говоришь? Угу Ну, тогда сейчас нам направо Вот этот дом День добрый А не подскажете, в каком подъезде трещертая квартира? Трещетвертая А вы к кому? К помяну? Да, а вы его знаете? Значит, вы тоже из-за этих В смысле? А, неважно А вон он ваш Фомин в кепочке За пивом небось поковылял Бегите, а то опустите Спасибо Мужчина День добрый День добрый Можно вас на минутку? А вы кто такие будете? Мы по поводу кольца Несколько дней назад одна женщина Гаврилова вам кольцо продала Такое золотое с большим камнем А, так вы из полиции Так не знаю никакую Гаврилову И кольца никакого не видел Я на заводе работаю электриком Такие кольца Послушай меня сюда, дядя Если бы мы были из полиции Ты должен за решетку загремел За скупу краденого Не надо сейчас Так вот невидное лицо делать Знаю о чем ты Свободным от работы Время занимаешься Ну И скупал я краденого Да, жене дочке покупал Но они чистые Мне хозяева сами продали По доброй воле Упертый Че ты заторопился? Да ну Кольцо, говоришь? Нет у меня кольца Я его знакомой продал Какой знакомой? Матки вепривые Вот из этого парадного Врешь? Да ладно Че, брат, у нее это спросить? Давай, звони своей Наде Говори, что мы свои друзья Я сейчас с нее в гости приду Ребята Давай, давай, набирай Надюха Надюха Надюха, это я Спасибо Ты так здорово разобрался с этим типом С такими так и надо Чуть надавил, он не поплыл Какая квартира? Он сказал 23-я Пойдем пешком Я просто к тому, что без тебя я бы не справилась Спасибо Перестань Ты себя недооцениваешь Не знаю Главное теперь, чтобы с вепривой все получилось Я уверен, что все получится Вы от Фомина? Да Проходите Здравствуйте Здравствуйте Насчет кольца Какого кольца? Понимаете, произошла ошибка Это кольцо принадлежит человеку, который бы очень хотел его вернуть А, а насчет этого? Так оно не продается Все продается Я сказала нет, значит нет Вы что смеетесь? Понял Да я за него больше отдала А так? На этом кольце ни меток, ни надписей, вообще ничего Ну, я почему-то не удивлен Ты заплатила за него столько денег, мне неудобно Да, брось ты Будет Брось ты, пожалуйста Спасибо Отдашь Артему, когда вырастет Будет память о матери Какая-никакая, она все-таки Родная И только ему ее судить Да, ты прав Может я тебя домой подозрю? А может мы и пешком пройдемся? Надоело целый день в машине Договорились? Сейчас только машину перепаркую, а то всю дорогу переводил Пойдем Я тебе говорю, так было, что там прихожу Серьезно? Какая картина У нас сладкая парочка Слова-то подбирай Макс, хватит Подожди А то что? Максим, прекрати Да подожди ты, ты же руками своими сиди Слушай Так, все, все, хватит, разошлись, Максим, уходи Хватит! Уходи, я тебя видеть больше не хочу Ага Мы с тобой никогда не будем вместе, уходи Здравствуйте 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 Сделайте лату, пожалуйста Хорошо Доброе утро, доча Привет, мам Что ж такое там? Она такая красивая, умная И опять 33 несчастья Опять уволили, с Максом поссорилась Мам, ты знаешь, я даже рада, что у нас с Максом до свадьбы не дошло Но все равно бы мы с ним через какое-то время расстались Но только с лишними нервами, скандалами, судами Я уж не знаю, что у вас там произошло Но я тебе одно скажу, дочь Макс тебя любит Мам, Макс кроме себя никого не любит Вер, а с работы Леша обещал помочь Леша, Леша, заморочил тебе голову этот Леша Вообще непонятно, темная лошадка Непонятно, откуда взялся Даже ни разу не зашел, не познакомился Ну, просто он не любит навязываться, на показ себя выставлять Вера Вера Понятно Поставлю, приходи ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Чей это номер? Нет, это мой номер, я симку поменял Подумал, если ты увидишь, что это я тебе звоню Можешь трубку не взять А ты, а ты правильно решил Ты слышишь меня? Ты правильно решил Я не хочу с тобой разговаривать А я хочу, для этого и приехал Думаешь, легко двести километров отмотать? Ты в городе? Ты, ты, кто тебе сказал, где меня искать? Ну, нашлись добрые люди, поделились информацией Я уже и к маме твоей заезжал Она сказала, что не знает твоего нового адреса Чё ты хочешь от меня? Чё ты хочешь от меня? Ты меня бросил! Слушай, ну, прости, я ошибся, но с кем не бывает А вот сейчас отдумался, понял, что ты мне нужна А ты поздно, отдумался, придурок, ты слышишь меня? Быстро проваливай из моего города Какая ты грозная Да, такси Пожалуйста, ваш кофе Спасибо, у меня карта, можно? Ага, повторите адрес, пожалуйста Кирпичная 6, всё Вы не подскажете, есть какой-нибудь здесь приличный отель неподалёку? Так вот, рядом буквально 300 метров А, благодарю И ещё, а сколько в вашем городе служб такси? Даже не знаю, вы что, на работу хотите устроиться? Ну, что-то типа того Что? Всё, приехали А куда ты меня привёз? Погоди, сейчас всё узнаешь Здравствуйте Привет Прошу Ты здесь, ты работаешь? Здесь мои сотрудники, а кабинет мой рядом А этот кабинет может стать твоим Ты что, серьёзно? Да, у меня помощница увольняется У неё муж военный Его, как обычно, куда-то переводят Вот они и переезжают всей семьёй Вот, а пока Можешь занять вот это место Давай, давай Я же ничего не смыслю в полиграфии Садись Смотри, твоя задача – это принимать заказы Ты ведь чем-то подобным… Доброе утро, Алексей Ильинидович Здрасте, ты ведь чем-то подобным в химчистке занималась, да? Да, но только там была одежда, здесь же совсем другое Согласен, специфика есть, но, уверяю, ты уяснишь всё в два счёта Здрасте, Алексей Ильинидович Да, привет В общем, давай, располагайся, знакомься Если будут какие-то вопросы, то я во себя Максим, здравствуйте Здравствуйте, Полина Васильевна Ну что, не получилось у вас с вами походить? Отжил меня ваша доченька Ну, зачем вы так? Почему отшилась? А вот это… Я думала, вы мне поможете А как я вам помогу? Вы мне очень нравитесь Но Вера приняла решение Все, я понял Ну, Максим Что у тебя стряслось? А Славка мой приехал Это бывший Год назад расстались, он в какой-то курице связался и бросил меня Козёл? Козёл Вот именно, козёл Я, может сказать, из-за него домой вернулась А сейчас он нарисовался, нате, любите меня А он что, приходил к тебе? Да нет, он не приходил, он звонил, встретиться хотел Адреса не знает, но знаешь, это дело времени И что? Да как что? Я видеть его не могу, я слышать о нём не хочу Да пусть он катится, откуда приехал Марин, ну скажи ему об этом, именно так, ну от шеи дело с концом Ага, ты думаешь, это поможет? Смотря как сказать Ты меня прости, пожалуйста, мне бежать нужно, я просто на новую работу устроилась Да? А куда? К Лёше в фирме, я тебе потом расскажу, пока Ну Ну что, разобралась? Ну, вот разбираюсь потихоньку, на самом деле, правда, всё не очень сложно Ну здорово, тогда сегодня же оформим документы о твоём трудоустройстве У органов опеки вообще никаких вопросов к тебе не будет Да, но у меня по-прежнему неполная семья Да Слушай, Вера, я как раз хотел с тобой поговорить Ну, а как ты смотришь на то, чтобы завтра вечером сходить в ресторан? Ну, в принципе, хорошая идея, но несколько Ну, после работы Я согласна Ну, здорово, тогда Давай, продолжай Слушаю такси Здравствуй, Марин, ещё раз От меня не скроешься Откуда ты взял этот номер? Ой, да всё элементарно Как говорится, интернет нам в помощь Ну что, ты не передумала насчёт встречи? Никаких встреч И не звони сюда больше Ты правда думаешь, что я просто так возьму и уеду? Слава, между нами всё кончено навсегда Я очень хочу, чтобы ты это понял А я хочу, чтобы ты поняла, что нам судьба быть вместе И я тебе это докажу Не надо мне ничего доказывать, прощай Слушаю такси Ну, как новая работа? Нравится Вообще лучшие из всех, что у меня были Никто не шпыняет, никто над душой не стоит И мотаться туда-сюда не надо Ну, хорошо Подольше бы так А то поссоритесь со своим Алексеем И накроется всё медным тазом Мам, Лёша хороший человек Даже если между нами не будет близких отношений, это ничего не поменяет А ты влюбилась, что ли? Да хоть бы и влюбилась Ты же сама всё время ворчишь, что я одна, да одна Тут в какой-то веке встретился нормальный человек, и он тебе почему-то не нравится Ну, почему не нравится? Лишь бы сошлись, жили Ну, так далеко мы ещё не заглядывали, он меня только в кафе пригласил Хотя, может, это и к лучшему, что он событий не торопит Ну да, совсем не торопит Вася, третий, Горького 231, принял? Ага Ну, здравствуй, солнце Слава Теперь ты от меня не убежишь Можем поговорить? Марин! Ну, перестань ты дурочку валять! Ну, слушай, я понимаю, я перед тобой виноват Ну, на первый раз ты меня должна простить Я тебе обещаю, такого больше не повторится Я тебе ничего не должна, и не надо мне тут клясться Проваливай отсюда! Слушай, мы уже столько времени были вместе, ведь всё было хорошо Чего ты отталкиваешь меня? Потому что ты меня предала, предатели не прощают, проваливай! Слова-то какие я предал! Ну, подумаешь, ну разругались, ну отдохнули малость друг от друга Зато было время подумать, собраться с мыслями, понять, что в жизни важное И что ты понял? Я понял, что важнее нашей любви ничего нет Да нет никакой нашей любви! Я тебя ненавижу! Да что ты шарахаешься от меня? Давай сядем, нормально поговорим, как взрослые люди! Марина! Евгений Иванович, помогите! А-а-а! Да в самом деле, что ты делаешь? Что за бардак? Кто такой? Он пристаёт ко мне и работать мешает Ты как сюда попал? Топай давай отсюда! Топай, пока я полицию не вызвал! Ладно, всё, ухожу! Позже поговорим Слушай, чего тебе от Маринки понадобилось? Слушай, друг, не серчай! Ты как мужик мужика, меня должен понять Мы с Варинкой долгое время жили вместе Потом я ушёл от неё, ну гульнул немного Так ты её бывший! Почему бывший? И сейчас за неё и в огоне в воду! А она артачится! Ты что хотел? Чтобы на все твои загулы забыл и снова тебе на шею кинулся? Да сам знаю, что виноват! Вот загладить хочу, но не знаю как! Я год с ней не виделся! Не знаю, где она теперь живёт, есть ли у неё кто! Ну тут тебе я не подсказчик! Можешь у подруги спросить! Товарищ наверняка знает! А что за подруга? Верка на виске! Они не разлей вода! А где я могу найти эту Верку? Ладно! Сброшу тебе её телефон! Позвони! Вдруг повезёт! Давай! Вот я справку для Веры сделал с работы! Ну как ты просил там, доходы, всё указал! Молодец! Оперативно работаешь! Да хочешь уже поскорее решить этот вопрос! Я вот тоже время зря не терял! Тут все документы по твоему делу! Точнее по делу Артём! Ну и что, каковы шансы? На данный момент выше среднего! Возможно завтра, послезавтра будут конкретные сдвиги! Хотелось бы! Слушай, ну ты только Веру пока не обнадёживай! Мало ли! Будут конкретные новости, дам знать! Понял тебя! Слушаю! Здравствуйте! Это Вера? Да! А с кем я разговариваю? Я Слава Вячеслав! Марина, наверное, обо мне говорила? А-а-а! Тот самый Слава наслышанно! Подождите, вы что, с ней уже встретились? Да, встретились! Получил по первое число! Даже слушать меня не захотел! А от меня-то вы что хотите? Ну, я слышал, вы лучшие подруги! Вот я и подумал, может, посодействуете? Ну, поговорите с ней по-свойски! Намекнёте, мол, я раскаялся! Очень жалею, что всё так произошло! Знаете, Слава, ни на что я ей намекать не буду, это её личное дело! Значит, вы с ней заодно? У меня нет оснований ей не верить, а о вас она отзывается очень нехорошо! То есть, вы тоже думаете, что я гад? Что на мне клейма негде ставить? Я о вас вообще ничего не думаю, мы с вами не знакомы! Так давайте познакомимся, я подъеду, скажите, куда? Не нужно никуда подъезжать, по-моему, я вам уже всё сказала! Всё, извините, пожалуйста, у меня работа! Макс, я что-то не догоняю, от меня тебе что нужно? Ты поговорила с Верой, вы же подруги! И что? Марина, ну как что? Ну скажи, что я люблю её! Ну скажи, что жить не могу, это же работает! Ты сам-то что-то мне скажешь, смелости не хватает? Я бы сказал, она меня не подпускает к себе! Слушай, Макс, я правда сколько могла, на мозги ей капаю! Разбирайтесь сами, у меня своих проблем выше крыши! О, Оксана, здравствуйте! Здрасте! Так, там на линии речная 31. Всё, я домой! До свидания! Марина! Значит, не поможешь? Макс, нет! Справляйся сам! Хорошо, хорошо! Макс! Что? Макс, можешь меня подвести, пожалуйста? Что случилось? Вот в машине этой сидит мой бывший! Он приехал за мной и следит! Ну не убьёт же он тебя в конце концов! Макс, стой! Что? Он на всё способен! Ну пожалуйста, подбрось, здесь рядом! Слушай, ты такая интересная! Мне отказала в помощь, а сама протишь! Макс, просто пока я рядом с тобой, он мне ничего не сделает! Поехали! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Ну, и что? Где твой отелло? Да, вроде бы отстал. Спасибо тебе большое, Макс. Пока Подожди, подожди, Марин. Какое «пока»? Чего? Я тебе помог. Помоги мне с Верой Макс, опять ты про это. Ладно, хорошо. Я подумаю Что, домой к себе еще не пускает? Не заслужил доверия? Ты о чем? Да все, ты понял. За Маринкой увиваешься. Я видел, как ты ее с работы провожал. Сдалась мне твоя Маринка. Попросила меня до дома довезти, чтоб ты к ней не лез. Вообще, с какой стати я должен перед тобой учитываться? Ты кто? Да ладно, расслабься. А ты тоже с ней в такси работаешь? Нет. В такси работает моя невеста. Вера. Вера? Не Новицкая, случайно? Новицкая. Слушай, дружище, как бы мне с твоей невестой повидаться? В смысле? Ну, понимаешь, Маринка меня бортанула, а она на подходы еще. Через подругу она вернее. Нашел, кому обращаться. Сам реши свою проблему. Ты больше не будешь искать мать Артема? Мне кажется, я сделала все, что смогла. Не хочу тратить время в пустую. Что будешь дальше делать? Надо сосредоточиться на чем-то одном. На самом важном. А что для тебя самое важное? Хочу, чтобы у Артемки детство было нормально. Я вытащу его из этого приюта. Обеспечу и сделаю все, чтобы он был счастлив. Вера, если я могу быть чем-то тебе полезен, ты только скажи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Алло, Верунь, привет. Ты где? А, я дома. Слава здесь, во дворе. Да, он меня выследил. Я не знаю, что мне делать. Я с ума схожу. Пожалуйста, приезжай ко мне, а? Можешь? Отлично. Все, пока. Слава здесь, пока. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. Быстро, быстро, заходи. Давай, 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 давай. Верунь, ты чего такая перепуганная? Ты видела его? Слава? Да, он там стоит, возле подъезда, машине. Слушай, ну я же его в лицо-то не знаю. Может быть, мимо прошла. Он ждет, пока я выйду. Макс ему, наверное, номер квартиры не сказал, поэтому он сидит там. А Макс тут при чем? Он меня провожал. Извини, так нужно было. Что ты извиняешься? Мне вообще все равно кого и куда Макс провожает. Ну, по-моему, Марина, это уже чересчур. Подумаешь, бывший. Сколько можно от него бегать-то? Ты меня не поймешь, и никто не поймет. Ты что, убежать уже собралась? Ну, конечно, бежать. А что мне еще делать? Он мне жизни не даст. Он меня будет преследовать, доставать. Не знаю, по-моему, обычный мужик. Чего ты его так боишься-то? Обычный. Ты не знаешь, на что он способен. Я с ним, знаешь, сколько намучилась. Больше не хочу. Марина, прости меня, пожалуйста. Мне нужно ехать на работу. Ты прям сегодня хочешь уехать? Да, Вер, не уезжай, пожалуйста. Не оставляй меня. Я очень боюсь остаться одна. Ну, хорошо. Ты можешь поехать вместе со мной на работу. Посидишь у нас в офисе. Если что, внизу есть охрана. А потом? Потом решим, как быть. Так, ну, хорошо. А как мы выйдем? Он там, внизу сидит. Господи, да ничего он нам не сделает. Пойдем. Хорошо. Только подожди, я вещи на всякий случай возьму. Смотри, он там, в серой машине. Видишь? Значит так, иди прямо за мной. Если что, не разговаривай с ним. Просто игнорируй его. Смотри, он там, в серой машине. Ну, что, видишь его? Нет. Может, потерял нас? Я бы не надеялась. А что за колечко у тебя? Леша подарил? Ну, можно и так сказать. Это кольцо матери Артема. Ну, я точно не уверена, но, скорее всего, так оно и есть. Угу. А у тебя оно откуда? Да, та бродяжка помощь я рассказывала. Она его получила вместо денег за то, что помогла ребенка подбросить. Ну, Леша его выкопал, не отдал. А ты разве не отказалась от поиска? Отказалась. Я Артема теперь никому не отдам. Слушай, ну, вроде бы не выглядела. Ну, вот здесь я теперь работаю. А как думаешь, он меня здесь не найдет? Да и даже если найдет, все равно не доберется. А кран не пропустит. Вера, а здесь есть другой выход, если что? Да, есть еще один выход на обратную сторону, во двор. Да не трясись ты так, никто тебя не тронет. Пойдем. Давай повешу. Ты проходи, располагайся, вон мой стол. Вера, да? Он меня выследил. Он здесь. Ничего, пусть стоит на улице, сколько он вздумается. Вера, я же не могу здесь вечно сидеть. Марина, да почему вечно-то? Ну, кончится рабочий день, за мной Леша заедет. Мы с ним договорились в ресторане посидеть. Ты поедешь вместе с нами, он не будет против. Посидим, поужинаем, заодно решим, как дальше быть. Ну, ты не волнуйся, в нашей компании тебе вообще ничего не угрожает. Нет, я так не могу. Все, мне надо бежать. Ты не понимаешь, он так просто не остановится. Так, все, мне это надоело. Вер, ты куда? А? Вер, пойду поговорю с твоим Славой. Скажу, чтобы оставил тебя в покое и уезжал отсюда. Вера, не надо с ним разговаривать. А ты сиди здесь. Привет. Привет. Рад познакомиться. Ну, слышал о тебе хорошего. Ну, наконец встретились. Ты чего к Маринке привязался? Она уже с ума сходит, уже в бега собралась. Так а что я ей что? Разве что-то плохое сделал? Я только и хотел, что посидеть с ней тихо, мирно, поговорить. Почему она с ума не вышла? Да она не хочет с тобой разговаривать. Пойми ты это, наконец. Уезжай отсюда. А ну, подожди, подожди, подожди. Стой. Это что, она меня так возненавидела, что и кольцо, которое я ей подарил, тебе отдала? В смысле, это что, Марине на кольцо? Ну, видимо, уже нет. Она, кстати, немалых денег стоит. Странно, она мне ничего не сказала. Как же не сказала? Откуда она у тебя? Идем? Идем! Похоже, наша Марина не только тебя, еще и меня обманывает. Обманывает? Сын, скажите, а где у вас запасной выход? Там, а что? Девушка! Девчонки, тут подружка моя была. Вы ее не видели? Не знаю, она выбежала, как сумасшедшая. Чего ведь в снах нас не сбила? Так и вещи все свои забрала. Наверное, она через окно увидела, как ты на кольцо внимание обратилась, бежала. Пойдем, может, успеем догнать. Простите, вы ту девушку не видели, которая со мной минут десять назад приехала? А, светленькая такая, в синем пальто. Да, да. Видел. И где она? Ушла. Не то слово. Пуля и вылетела через запасной выход. И сумка с ней была. Я же сама про этот выход ей рассказала. А что такое? Украла что-нибудь? Не важно. Она телефон выключила. Так оно и понятно, если она сбежала. Что-то нет ее нигде. Куда она могла запропаститься? Так, давай подумаем, куда она могла отсюда поехать. Домой? Не, она не глупая. Она знает, что мы там ее в первую очередь искать будем. Тогда к маме? У них отношения разладились. Мать не станет ее прятать. Ну и где тогда она? Так, подожди. Вещи у нее были с собой. Она собиралась уехать из города, затеряться. Значит, искать ее надо либо на автовокзале, либо на железнодорожном вокзале. Логично? Логично. Тогда ты поезжай на вокзал, и я пойду на автостанцию. Хорошо. Если найдешь ее первой, звони. Пожалуйста. Спасибо. Девушка. Здравствуйте. Билет на ближайший автобус. А вам куда? Без разницы, хоть в соседний город. Билет на ближайший через полчаса. Вы почему так долго? Такое расписание. Билет брать будете? Да. Сейчас. Нет. Нет. Мне надо подумать. Сейчас. Без разницы. Без разницы. Требег. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СМЕХАНИЯ, СТОНЯ, 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 СТОНЯ. Марина! Марина, подожди! Марина, не убегай! Марина, не убегай! Марина! Иди! Марина! Марина, подожди! Марина, извините! Ты чего убегаешь, а? Извините, пожалуйста. А чего ты гоняешься за мной? Тебя Славка подослал. Я поговорить с тобой хочу. Ты же не только его обманывал, а еще меня, получается? Что, ты знаешь уже, да? Полчаса назад догадалась. Могла бы раньше, конечно, но... У меня даже мысли такой не было. Марина, я от тебя этого вообще не ожидала. Вера, ну прости меня, пожалуйста. Прости. Поёкать. Держи. Ненавидишь меня, да? Да я понять хочу, ты почему так поступила? У тебя же какие-то мотивы должны были быть, да? Есть у меня мотив. Есть. Отлично. Пойдем, машину расскажешь. Вера, зачем машину? Ты в полицию у меня, да? Кто у тебя с ребенка? Слава? Да. Тогда для начала вы должны все между собой решить. Пойдем. Ну, а теперь рассказывай. Слава твой, наверное, половину истории знает, но я-то нет. Ни черта, он не знает. Мы поругались, и он слинял еще до того, как я поняла, что тошнит меня не от беляшей. И, Марин, я слушаю. Да все просто. Он меня бросил, я осталась одна. Фирма, в которой я работала, накрылась медным тазом. Все, я жила на какие-то сбережения. Ну, потом искала новую работу. Ну, естественно, когда все видели меня животом, говорили, извините, для вас вакансий нет. Ты матери своей про беременность рассказывала? Матери? Да она наорала бы на меня. Замуж надо было сначала выйти, чтобы мужика привязать, а потом уже детей рожать. Какая знакомая история. Ну вот, я... Я никому не хотела рассказывать. Я одна рожала в квартире. Я нашла какую-то бабку, она... Она мне помогала, я... Через два дня я просто взяла ребенка, и все, я приехала сюда. То есть он даже не зарегистрирован? Нет. Я не успела. Да скажи лучше, не захотела. Ты уже тогда решила от него избавиться, да? Это неправда. Это неправда. Я... Я хотела маме его показать. Я не хотела по телефону. Я думала, она увидит, и все, она... Она разжалобится и... Поможет мне. Показала? Нет, я... Я когда приехала, она... Она уже... Ну, у нее новый муж был, и... Ей вообще не до меня было. И тут ты решила его мне подбросить, да? Вера, Вера, а что мне нужно было делать? Что мне нужно было делать? У меня ни работа, ни денег, у меня даже жилья не было своего. И тут я подвернулась. Да тебя мне Бог послал. Ты же сама детей хотела, и для Мишани ты просто самая лучшая мама на свете. Мишаня? Ты его так для себя назвала. Артем тоже очень хорошо. Я... Я все понять не могу. Ты... Ты как это вообще провернула? Какую-то бродяжку нашла? Ты как ей объясняла, что нужно делать? Так. Помнишь, кафешке договорились встретиться? Да. Ну вот, там главная дорога была перекрыта, и у тебя маршрут был один через аптечный перевод. Ну и... Время я тоже знала. Ну что, готова? Подведешь? Да. Все сделаю. Я ей звонила, минут через десять она будет в переулке. Главное успеть. Тут пять минут ходьбы. Давай я дворами проведу. А я думала, ты меня в кафе ждешь. Ну, я и ждала. Заказала еду и кофе. Сделала вид, будто вышла в туалет. Даже сумочку оставила. Чтобы не подумали, что я навсегда ушла. Надо же. Все это ты предусмотрела. Да ты вообще не должна была меня подозревать. Я с коляской дошла до переулка, встала в подворотню, чтобы с проезжей части не было видно. Стала ждать. А у Гаврилова, значит, свой пост был на тротуаре, да? Ну, вы же меня просто развели. Да я сама не ожидала, что так все легко пройдет. Ну, я вас даже не задела. Хотите, могу вас в больницу отвезти. Пусть посмотрят, нет ли ушиба. Ого. Подождите. Ну, и вернулась потом в кафе. Я ждала тебя там два часа, позвонила оттуда, специально громко говорила, чтобы официанты слышали. Молодец, ты подстраховалась, значит. Вера, пойми, я это все только ради Миши. Прости, ради Артема. Я знаю, что ему с тобой будет очень хорошо. Я это точно знаю. А что, если бы я вообще с этим усыновлением не стала заводиться? Он бы и сейчас был в детдоме, ты понимаешь? Ты? Нет. Ты бы его не бросила. У меня сейчас намного глаза открылись. Ты же мне специально меня к этой мысли подталкивала. Говорила, что ему семья нужна, что его оставлять нельзя. Разве ты сама бы до этого не догадалась? А Лулыкова это, зачем ты вообще придумала эту сказку? Мне какое-то сообщение написала. Потому что кто-то очень усердно искал маму Артемки. Я испугалась. Я подумала, либо ты вообще в эту глушь не поедешь, либо ты прекратишь свои поиски и плюнешь. И Максим тебе подыгрывал. То есть он все знал, да? Нет. Нет, Макс вообще ни о чем не знал. Он просто был против усыновления, а мне это было на руку. Ладно, все. Хватит остальное своему Славику расскажешь. Хватит остальное своему Славику. Алло, Слава? Марина со мной. Да. Мы будем ждать тебя у нее дома. Третий этаж, 52-я квартира. Ага. Вер, Вер, он меня задушит. Узнает про ребенка и все, мне конец. Не задушит. Ты же мать его сына. Тем более, сын-то в приюте. Вер, он не поймет. Как по мне, так вы оба друг друга стоите. Вам будет о чем поговорить. Вер, ты где? Я же в ресторане. Леш, я сейчас в Марине. Конечно, я все помню. Я скоро буду. Ты подожди меня чуть-чуть. Понял тебя, жду. Ну что, как у вас сложилось? Не знаю, время покажет. Сложилось, я ж вижу. Счастливая. Это Слава. Я открою. Вера, нет, пожалуйста, не открывай. Скажи, что я уехала, сбежала, и ты не знаешь, в каком направлении. Прекрати. Марина, мы с тобой уже обо всем договорились. Сядь. Ну, наконец-то. Так, и еще, пожалуйста, шампанс. Спасибо. Привет. С обратным несчастья. Не понял. У меня все в порядке, твои проблемы мне не интересуют. Да у меня тоже нет проблем. Знаешь, я вообще рад, что мы с Ирой расстались. В смысле? В прямом. Пока ты тут скучаешь, она время зря не теряет. Ну, а кто это с ней? Понятия не имею. Ну, как-то так. Ты что натворила? Да я тебя сейчас приеду сижу. Где наш сей? Хватит, сели оба! Сели оба! Нет, ну как так? Ты почему мне не сказала, что у нас будет ребенок? А как я тебе должна была сказать? Ты усвистал в неизвестном направлении, номер сменил, я тебе дозвониться не могла! Ты не должна была так поступать! Это же додуматься надо было! Подкинуть своего сына чужому человеку! Она не чужой человек! И я знала, что я делаю! А тебе было наплевать и на меня, и на сына! Так я же ничего не знала! Ты мне ничего не сказала! Я нужна была тебе сказать! Да молчите оба! Вы в состоянии поговорить спокойно, услышать друг друга! Мне сейчас нужно будет уйти. И без меня вы договоритесь намного быстрее. Вера, а если он меня... Он ничего тебе не сделает, он уже успокоился! Правда? Да правда, правда! Что я придурок по-вашему! Вот и замечательно! Мы позже с вами созвонимся! Слышь, а ты что хочешь-то? Предупредить тебя по-дружески! Слышь, дружочек, предупредил? Свободен! Ну смотри сам! Слышь, дружочек, дружочек, дружочек! Привет! Я тебе уже заждался! Прости, задержалась я! Пыталась Маринку с ее бывшим заставить поговорить! Может не стоит их заставлять? Ну если они сами не хотят! Ну они же родители Артема! От того, что они решат, зависит его судьба! Ну да! Леш, я сейчас Музу Максима видела! Он здесь был? Да! Наверное, какой-нибудь ерунды про меня наговорил! Вер! Я люблю тебя! И верю только тебе! Спасибо! Бежать собралась! От кого? От тебя! Заколебал меня преследовать! Такому ты врешь! Ты не от меня! Ты от совести своей бежать хотела! Она у меня хотя бы есть! А ты даже не знаешь, что это такое! Тебе на всех наплевать! Да! А, зря я приехал! Зря, конечно, зря! Я тебе сразу сказала! Зато тебя на чистую воду повел! Ой, посмотрите на него, какой герой! Ну и гордись теперь этим! Вер, ты о чем думаешь? Представляю, что будет, если они помирятся и заберут Артема! Ну, ты же сама хотела, чтобы Артем рос в родной семье! Да, но не в такой! Но они же все равно рано или поздно перегрызутся! Какое детство у него будет? Вера, знаешь, может, я не имею права так говорить? Ну, а я думаю, что ты могла бы стать для Артема настоящей мамой! Не знаю, смогу ли, но я бы этого очень хотела! Уходишь? А что мне у тебя еще делать? А как же твой сын? Ты о нем подумал? Это тебе надо было думать! Ты мать! А ты отец! Ой, слушай, не нужно тут с больной головы на здоровую валить! Ты сама себя под монастырь подвела! А, то есть я кругом виновата, а ты нет! Вот ты заварила, ты расхлебывай! Все, я тебе обещаю, больше не появлюсь на твоем горизонте никогда! Ну и хорошо! Привет! Ты чего такая грустная? Да нет, мам, все хорошо, просто устала! Как день прошел? Где была? Откуда сейчас? С Лешей в кафе посидели! Понятно! В кафе посидели! Опять не торопит события, да? Ну, он мне предложение сделал! А ты? Ну, понятно! А ты опять сказала, что подумаю! Понятно! Нет, мам, я согласилась! Вера, ты че, правда, что ли? Вера! Вера! Ну, зачем? Ну, зачем? Ну, мам! Вера! Гоняешься, потому что зарплаты не устраивает? И зарплата, и личные обстоятельства! У меня эти ваши личные обстоятельства, но сил нет! Так сложилось! Вот, держи! С этими документами пускай твоя Вера идет в органы опеки! И не откажет! Не должны! Я все просчитал! Сначала оформляем опекунство... Подожди, стой, а... А усыновление? Леша, Леша, всему свое время! Главное, что парень теперь будет в семье, а не в казенном доме, правильно? Да, иди! Паша, с меня мы говорим! Само собой! Беги к своей принцессе! Верка, ты, это, в полицию не сообщай, ладно? А то меня посадить могут за то, что я... Ты поняла! Я не знаю, я законов не читала! Если меня посадят, я не переживу. Я... Я не знаю, может быть, на новом месте мне как-то, понимаешь, удастся начать с чистого листа. Куда едешь? Не знаю, еще. Ну, идешь бы подальше. Отсюда, от Славика. От всего, что было. Ну, раз ни ты, ни Слава на ребенка не претендуете, то все это останется между нами. Живи спокойно. Если сможешь. Вера! Береги его! Береги его! Твой друг просто волшебник. Как он сумел все так быстро оформить? Профессионал. На самом деле, если бы не ты, то ничего бы не получилось. Знаешь, от меня мало что зависело. А вот от тебя? Запомни, Артем, это твоя мама. И она обязательно сделает тебя самым счастливым человеком во свете. И надеюсь, не только тебе. Спасибо. 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 Спасибо.